Итак, друзья, меня зовут Лебедева Даша. Я вас буду сопровождать в течение ближайших трех месяцев по прекраснейшему пути, волшебному пути написания сценария для игрового фильма. У кого-то это будет первый сценарий в жизни, у кого-то это будет уже не первый, у кого-то до этого была литература, это будет первый сценарий для кино, кто-то вообще не понимает, зачем пришел на курс и думает, что только послушать, но я надеюсь, что именно для таких людей этот курс станет роковым и их безнадежно затянет в кино. То, что вы прочитали про меня в интернете, правда. Я поснимала немножко короткие метры, поучаствовала во всяких фестивалях, сейчас я учусь в школе, в киношколе индустрии, на режиссерском факультете, вот, и параллельно с этим еще преподаю, и мне очень нравится эта деятельность. Ну вот, наверное, так в двух словах я представилась. Давайте немножечко, прежде чем мы с вами начнем заниматься искусством, я вам расскажу про устройство нашей школы, нашего сайта. Все вы зашли в свой профиль. У каждого из вас есть свое расписание. В этом расписании стоит наше занятие. Вот видите, на феврале стоит, мы с вами занимаемся по средам. Иногда бывают переносы, потому что у меня плавающий немножко график, я снимающий режиссер. Это плюс. С одной стороны, это кажется типа минус перенос занятия, но с другой стороны, это плюс, потому что, я думаю, человек, который хорошо знает теорию, но при этом совершенно далек от практики, мало чему бы вас мог научить. У нас в школе тоже постоянно перенос, это немножко раздражает, но с другой стороны, нам дают всегда информацию с пылу и жару. Я тоже постараюсь так делать. Итак, сегодня 5 февраля. Мы нажимаем на эту дату. Собственно, вы уже вошли в класс, сделали все правильно, если вы сейчас меня смотрите. С первым уровнем сложности вы справились. Есть еще такая кнопка «Открыть все ресурсы». Давайте быстренько пройдемся по ней. Есть такая кнопочка «Материалы». В этих материалах будут зашифрованные материалы к нашим лекциям. Если вам вдруг потребуется повторить. Есть такая кнопочка «Конспекты». Пока в эти конспекты, пожалуйста, не заходите. Они, по-моему, они здесь устаревшие. То есть, как бы они здесь существуют, но они с прошлого курса. Они будут обновляться. После каждого нашего занятия, если вы прошли первое занятие, можете смело тыкать на первый конспект, он вам будет помогать. Конспекты дальше я бы на вашем месте не советовала бы смотреть. Нет смысла забегать вперед. Вот есть такая кнопочка «Домашние работы». Самая важная для вас. И здесь есть такая кнопочка «Практика». У нас с вами не будет кнопки «Теория», потому что я не вижу смысла вас спрашивать по теории. Теории у нас мало. Теория вообще, знаете, вся теория, ее можно рассказать за полчаса. Самое главное, умеет ли человек ее применять или не умеет. Вот здесь уже у вас опубликовано первое домашнее задание. Оно такое, как бы, и останется. Вот здесь вы начинаете писать ответ. Допустим, вы напишите «Привет, Даша». И вот здесь выберите файл, нажимаете, обязательно прикрепляйте свою, вы прикрепляете какой-нибудь файл. Потому что без этого прикрепленного файла домашняя работа не отправится. Что важно. Раньше первые потоки у меня была такая система, я просила всех прислать в Word-овском документике, в вашей домашней работе присылать. Честно признаться, я немножко, было неудобно, потому что каждому приходилось в этом Word-овском документе, я его читала, параллельно отвечала в формах класса. И мы чуть с ума не сошли с учениками. Сейчас система поменялась. Все мы работаем через Google Документ. То есть вам сюда нужно прислать ссылку. на Google Документ. И поставить там значок «Доступно всем». Я сейчас попробую это сделать. По-моему, у меня здесь есть регистрация. Кто ни разу не пользовался Google Документами, и вам кажется страшно пользоваться новыми сайтами, что-либо вообще создавать виртуально, не бойтесь, ничего страшного в Google Документах нет. Открыть Google Документ. Вы просто регистрируете на Google Почту и начинаете работать. Я сейчас просто открываю первый попавшийся документ. Ну вот, например, это мой ученик мне присылал. Он мне присылает свою логлайн, и я ему желтеньким вот здесь бам-бам-бам отвечаю. Он мне следующую идею, я ему бам-бам-бам отвечаю. И у нас идет такая переписка. Иногда мы будем с вами эту переписку подчищать. Какую-то идею зарубили, бам-бам не понравилось. Хоп, стерли. Это будет наше с вами рабочее пространство. Вот здесь есть такая кнопочка настройки доступа. Вам важно поставить здесь кнопочку «Редактировать» могут все, у кого есть ссылка. То есть вы мне должны не просто прислать ссылку на свою домашнюю работу, вы мне должны разрешить ее редактировать. Когда редактирование произойдет, вы об этом узнаете. Я вам в школе в форме вот в этой вот, то есть отвечу, поставлю оценку и скажу. Все, заходи в Google, там все есть. У вас, как вы знаете или не знаете, есть система баллов. И если вы набираете самый высокий балл на курсе, то вы получаете бесплатно от школы профайл какой-то курс. И можете бесплатно потом обучаться, не знаю, фотографии или цветокоррекции, или снова мой курс пройти. Такое тоже бывало. Поэтому учиться на 5 с плюсом, грубо говоря, это выгодно. Вот, я вас замотивировала. Дальше. Есть такой критерий, как вопросы, такая кнопочка, как вопросы. Но мы ее сразу немножко обходим стороной, потому что мы с вами создадим телеграм-канал. В этом телеграм-канале мы с вами постоянно будем на связи. Не бойтесь этого канала, потому что у нас сейчас у всех, на самом деле, много телеграм-каналов. Кажется, что это страшно. Будет типа сыпаться тьма каких-то непонятных сообщений, будет забвал по тысяче сообщений, придется их читать. Нет. В чате существуют определенные правила. Мы пишем друг другу про сценарное мастерство. Скидываем статьи, ссылки интересные. Скидываем идеи. Не надо бояться делиться идеями. У вас их никто не сворует. Не бойтесь. На самом деле идея в сыром виде никому не нужна. Вот сценарий уже ценность. Идея, ну, идей можно на завечер вообще накидать тысячу. Никакой ценности нет. В телеграме мы будем на связи постоянно. Привыкайте к тому, что кто-нибудь может пожелать всем доброго утра и типа держаться на творческом пути, потому что какой-то момент нам станет нелегко. Особенно под конец переделывать финальные версии, переписывать все там по третьему разу будет тяжеловато. И просто поддержка друга будет иметь большое значение. Поэтому я предлагаю общаться в телеграме, быть современными людьми. Повтор обучения. Раньше я думала, что эта кнопка – это какая-то глупость, потому что, ну, зачем второй раз слушать одно и то же примерно по таким же презентациям. Оказывается, то, что это имеет большой смысл, потому что здесь мы занимаемся в основном не теорией, а практикой. То есть люди идут сюда повторно для того, чтобы я их редактировала. Потому что на самом деле редактор стоит очень дорого. Я в индивидуальном порядке, как редактор, стою гораздо дороже, чем здесь. И получать от меня какие-то комментарии оказывается людям гораздо проще, заказав курс. Вот. Между прочим, у нас здесь уже ученик один из учеников, который однажды у меня учился. Дима, подай знак в чате. Я рада, что ты с нами второй раз. Мне кажется, что... Я очень надеюсь, что этот курс принесет тебе много новой информации. Потому что спустя время, когда перечитываешь даже какие-то сценарные книги, ты открываешь их заново, потому что ты повзрослел немножко. Я от тебя, Дима, жду сценариев в два раза лучше, чем все остальные. Давай показывай нам всем пример, потому что сильные ученики мотивируют всегда всех держаться в тонусе. Давайте я вам два слова скажу про интерфейс самой презентации. Ой, с самого урока. Вы видите меня, видимо, справа. Я так подозреваю, потому что у меня немножко другой интерфейс. У вас есть чат. В чате вы можете общаться, болтать, смеяться, комментировать. Любая жизнь приветствуется. Но иногда я могу что-то в чате пропустить. Я часто читаю вслух что-то из чата, но если я пропустила ваше сообщение, то не обозначается, что я вас не вижу, просто я экономлю общее время. И читаю, ну, как бы так неизборочно, а наугад. Бывает такое, просто слишком быстро обновляется, и у нас с вами немножко же время отстает. Поэтому не обижайтесь, если вдруг-вдруг ваше что-то пролетело. Вот Саша подсказывает, типа, Даша, если ты не помнишь, есть блок вопроса. Но он прав. Под чатом есть блок вопроса, и если ваш вопрос очень важен, то задавайте его в вопрос, и я его публикую и сразу отвечу на него. Что еще? Из функций, которыми мы пользуемся. Есть, конечно, функция поднимать руки, но никогда мы ей не пользуемся на самом деле. Мы пользуемся плюсиками в чате. Если вы меня слышите, все хорошо, пишите плюс. Если вдруг что-то со связью, сразу пишите, проблема со связью. Стартует сценарный курс. Спасибо вам большое, что вы пришли ко мне, за ваше доверие. Я надеюсь, что вам будет со мной весело, легко, и мы с вами напишем хороший сценарий. Давайте я вам два слова расскажу про кинопроизводство и какое место занимает сценарист в этой пищевой цепочке. Потому что иногда это не совсем понятно. Итак, сейчас я вам начну рассказывать про то, как устроен кинобизнес. В двух словах, потому что глубоко вам ни к чему. В Голливуде кино начинается с продюсера. Продюсер находит логлайн или идею, ищет он по разным местам. Иногда придумывает сам, иногда ездит на питчинги различные. Он придумывает идею, хай-концепт, который, по его мнению, взорвет. Который, по его мнению, точно соберет зала. И он начинает под этот концепт подбирать команду. Первый человек, которого он зовет, это сценарист. Он подбирает сценариста, как в магазине. Так, хорошо, кто у нас классно пишет триллеры. Вот, отлично, ты будешь писать триллер. Вот тебе логлайн, если тебе нравится, мы с тобой заключаем договор. Работаем по срокам. Сначала пишется синопсис, потом по эпизодам, потом диалоги. Пока сценарист работает над этой историей, продюсер подбирает дальше команду. Он подбирает уже режиссера. Он ищет деньги на проект. Он подбирает актеров, как правило, совместно с режиссером. Но продюсер главный в подборе главных артистов, потому что он отвечает за то, чтобы люди пришли в кино и фильм собрал. Там в основном продюсерское кино. Мы сейчас не говорим про таких суперавторов, которые диктуют условия сами, типа Тарантино и так далее. Это звезды. Мы говорим про челядь, все остальные 95% Голливуда. Почему именно Голливуд? Потому что все-таки это единственное место, где делают фильмы, которые потом расходятся в мировом прокате так, что становятся нашими любимыми. Мы на них зарослеем, растем. Они круче всех. Я думаю тоже, что это такой бесспорный факт в плане мейнстримового кино. То есть мы сейчас говорим не про авторское кино какое-то, типа фестивальное, а мы говорим именно про кино, которое идет в кинотеатрах. И там можно сказать то, что кино больше такое продюсерское. У нас в России система другая. Мы немножечко... У нас все перемешано. Мы как, вот знаете, ну вообще я поражаюсь, конечно. Мы молодцы. Голь на выдумку хитрая. У нас всегда все по-разному. Сейчас я вам расскажу одну из схем. Одну из возможных вариантов схем. Режиссер придумывает идею. Его что-то вдохновляет. Допустим, произошло какое-то событие у нас в стране, мимо которого он не может пройти мимо. Вот недавно Иван Твердовский снимал про теракт Норд-Ост. Видимо, это как-то этот теракт в нем засел. Он с ним ходил-ходил. Приходит, значит... Ну как бы он ходил с идеей того, что он хочет снять фильм об этом. Он нашел себе сценариста. Совместно со сценаристом они написали полный метр. Уже со сценарием, с готовым сценарием он пошел искать продюсера. Он очень долго искал продюсера, который возьмется за этот проект. Продюсер нашелся, и продюсер уже пошел искать деньги. У нас в стране инициатива, как правило, исходит от режиссеров. Но если вы напишете хороший сценарий, ну пока мы говорим, допустим, про полный метр, да, хотя и короткий тоже, вы можете легко найти под него режиссера и команду, если сходите на питчинг. Об этом буду подробно рассказывать прямо на последнем занятии, прямо по всем пунктам, как это делается, как продвигать свой сценарий, как сделать так, чтобы он не залежался в столе. То есть инициатива от режиссера, пишется сценарий, продюсер еще деньги, кино идет дальше. Раньше был такой момент, что сценаристов немножко недооценивали. Ну типа, как будто бы сценарист, его же никто не видит. Он там сидит где-то там дома за компьютером, что там, как бы по красной дорожке не ходит. И как будто бы у нас в стране, ну типа, недооценивали. Эту профессию. Сейчас ситуация изменилась. Все поняли то, что у нас в стране нет истории. То есть у нас нет хороших фильмов, обозначает, что нет истории. Дело в том, что режиссеров достаточно много. Снять хороший сценарий могут многие, а хороших сценариев нет. И сейчас просто истерично. Все начинаются учиться на сценаристов, режиссеры переучиваются на сценаристов. Все начинают писать, потому что сейчас пришла другая эра. Эра сторитейлеров, людей, которые могут написать историю, а потом еще ее реализовать, проследить за тем, чтобы их фантазии реализовались точно так, как они их придумали. Так вот, внимание, режиссер, который не умеет писать, это практически импотент на рынке. То есть это как бы, ну не знаю, что они будут делать, это несчастный режиссер. Искать вас, талантливых сценаристов. Вся надежда на вас. А вот если ты умеешь писать, ты сценарист, ну, во-первых, тебя уже все ищут, это хорошо. Во-вторых, если ты потом еще пойдешь снимать как режиссер или шоураннер на площадку, то тебе все будут очень рады. Сейчас бум сценарный. Сейчас столько вакансий. Я только вот на данную секунду знаю несколько студий, которые истерично ищут сценаристов. Проходит сейчас столько конкурсов, куда нужно писать сценарии. Это просто манифиг. Я неделю тут писала сценарии коротких метров и веб-сериалов, потому что ко мне пришел мой муж-продюсер, что, кстати, тоже хорошо для вас, потому что он иногда ищет сценарии. И сказал, ну, короче, у нас конкурс. Есть много государственных денег, которые скоро кто-то будет пилить. И нам нужно попробовать принять участие в этом конкурсе. Я говорю, ну, давай попробуем. Он говорит, нужны сценарии. Я говорю, ну, давай. И мы, короче, писали сценарии про Великую Отечественную войну. Быстро, за неделю. И в этом плане вам тоже хорошо, потому что я иногда вам буду подкидывать какие-то конкурсы. Вы можете принимать в них участие. То, что... Если я буду неуверена в конкурсе, я вам буду честно признаваться, то, что я, ну, никакого отношения не имею. Иногда конкурсы, где я прямо знаю жюри и точно вам скажу, участвуйте, это крутой конкурс. Допустим, конкурс Дисней. Ребята просто написали сценарий коротких метров на тему счастья. Потом режиссеры подхватили эти сценарии и сняли. И сейчас выходят большущие альмонахи в кинотеатры под названием «Счастье – это». Это просто начинающие сценаристы написали. Они просто выиграли конкурс. Ну вот. То есть вы идете сейчас в момент, когда не просто нужны сценаристы, когда истерично нужны сценаристы. Вот. Идем дальше. Как будет происходить наше с вами обучение? Я не просто буду вашим преподавателем, который вслуха вам дает теорию. Вы прочитали уже в описании курса то, что мы с вами будем идти по книге «22 шага построения истории». Называется она, ну так она и называется, написала ее в трубе. Секрета нет в этой книжке. Как бы то, что она существует, я по ней преподаю. Я стараюсь не отходить от нее в теории. Ну как бы пока я не имею права это делать. Вы можете ее пойти, купить и начать читать. «22 шага построения истории» стоит 450 рублей. По-моему, последний раз я ее видел. Я раньше говорила ребятам читать ее в конце курса, но сейчас я скажу так. Если кого-то распирает очень сильно, ему хочется начать ее читать сейчас, начинайте читать. При первом прочтении вы почти ничего не поймете. Или, я не исключаю такого момента, то, что будут особенные, особенные интеллектуалы. Я так говорю, потому что при первом прочтении я почти ничего не поняла. Но честно, я как бы не завышаю свои способности и говорю, как есть. Если вы поймете при первом прочтении, то хорошо, но я вас буду учить ее применять, эту книгу, применять эти правила. Потому что понять мало. Научиться применять самое сложное. Я училась несколько лет применять эти правила. Вроде как получается. Вот, по поводу редактуры. Объясню вам, что такое редактор. Немножко. Редактура – это когда ты отсылаешь свои наработки. Супертворческие. Они, конечно, тебе очень нравятся. Ты, конечно же, считаешь то, что... Ну, ты крутой. Ну, это реально находки. Либо есть противоположность. Есть такие ученики, которые считают то, что... Это полное говнище и дерьмниче, то, что я отсылаю. Я таким ученикам советую писать больше. То есть, знаете, я вас не буду говорить... Ну, типа, успокаивайте, говорить... Да нет, Коленька, все хорошо. Нет, это не говнище. Но, как правило, если вы считаете, что говнище, но, как правило, говнище. И хорошо, что вы это чувствуете. Как с этим бороться, когда ты отправляешь домашку и считаешь, что все плохо? Напиши еще 10 идей. Там где-то из этих 10 одна будет норм. Вот ее мне и высылайте. Ну, то есть, вы все сюда не просто так пришли. Вы все так или иначе как-то связаны с искусством. Хотя бы у вас есть тупо чувство вкуса. И полное говно вы можете определить. И если вы что-то... Что-то, какая-то идея проходит, ваш жесткий цензор внутри вас, да, и вы считаете, что она нормальная, высылайте. Мы будем с ней работать. Есть вот другая категория, да, людей, которые считают, что это просто бомба. Вот это бомба. У них свои сложности, поверьте. И у тех, у других свои сложности. Те, кто считают, что их идея бомба, им придется научиться меня слышать. Потому что я буду им объяснять, что идея, конечно, бомба, но она не идеальна по структуре. И нужно ее немножечко причесывать. Нужно здесь подправить, здесь подправить. И, возможно, выкинуть вообще. Возможно, сделать из нее другое кино. Вам придется немножко мне довериться. Потому что в одиночку написать сценарий очень тяжело. Представляете меня, как доброго друга, который желает вам счастья и добра. Который по-честному хочет, чтобы у вас получилось хорошее кино. И не просто так пишет то, что вот здесь исправит. Не потому что, типа, удовлетворяет свою самооценку, а потому что видит ошибку. И когда вы начнете править ошибку, вы поймете то, что сценарий, который получается, реально лучше. Вот эта редактура, она стоит дорого. И это самое драгоценное, что есть в этом курсе. Я просто, чтобы вы поняли, я редактуру своего, я писала полный метр. В итоге он не вышел, потому что мы решили его не снимать, немножко отложить, ввиду актуальности, скажем так. Я заказывала, знаете, сколько стоила редактура полного метра? Ровно один миллион. Вообще сценарий полного метра начинается от полутора миллионов примерно. Столько зарабатывают сценаристы. Это не фантастика. Вот редактура полного метра мне стоила миллион. И меня редактировал известный сценарист, который написал сценарий, который написал сценарий к фильму, которые выходили в прокат, собирали кассу и положительные отзывы. Для меня это очень важно, потому что приходить к редактору, который писал непонятно чего и как бы типа без репутации, тоже не хочется, потому что он тебя так отредактирует, что ты в итоге напишешь какое-то неправильное кино. Для меня репутация очень большое имеет значение. Это про полный метр, да? Раз уж мы заговорили про цены, если вы разойдетесь, напишите несколько хороших коротких метров, потом придется первый полный метр скорее всего писать бесплатно, чтобы вы показали, на что вы способны. После первого полного метра вы уже сможете брать за свою работу деньги. Сценаристы получают много. Честно скажу, талантливых сценаристов, ну не знаю, ну прям вот, прямо сейчас бум, зарплаты у них прям растут, за ними бегают. Сценаристы, которых я хочу, но пока у меня как бы, они у меня фантазия. Вот топовые сценаристы нашей страны стоят по 10 миллионов сценарий. На них очередь. Вот когда последний раз подходила к Зое Кудре, она сказала, девочка, вставай в очередь, будешь какой-то там сотой, на 5 лет вперед я расписана. Вот примерно такая у них загруженность. Вот. Идем дальше. По поводу снять по вашему сценарий кино. Вы будете писать короткие метры. Есть такая вероятность, что это потом будет снято, потому что я снимающий режиссер, и у меня куча-куча знакомых режиссеров. И еще такое бывает то, что у нас было это на предыдущем курсе. Одна девочка придумала идею. Идея вообще топчик. Она придумала идею про охранника, который шел по торговому центру, обнаружил сверток, схватился за него руками и понял, что это бомба. Но так как он ее схватил, уже пережал, он не может типа ее оставить. Он замер с этой бомбой. Вокруг эвакуировали людей, эвакуировали весь торговый центр. И ему нельзя ее отпускать одной рукой. А второй рукой он, ну, там на таймере 5 минут. Он не знает, что ему делать. Не бросать же, если бросать, точно взорвется. Его соединяют с саперами. Саперы говорят, пожалуйста, покажите нам бомбу. Он показывает бомбу. Они говорят, ну, слушай, чувак, тебе очень повезло. Сегодня твой день. Это самое простейшее устройство. Тебе надо всего лишь перерезать зеленый провод. И вот он стоит, только бомба, телефон в руках, больше никого нет. И мы видим кадр из его глаз и понимаем, что он дальтоник. И таймер уже близится к концу. То есть она придумала такой интересный факт, что человеку надо безвредить бомбу всего лишь перерезать зеленый провод. Но это человек дальтоник. Мне показалось то, что это очень смешно. И это ну, как бы, это кино. То есть это прямо какой-то хороший поворот в кино. Мы начали крутить эту бомбу. Ей было, так как она начинающая девочка, ей было тяжеловато. Я ее соединила с двумя сценаристами, своими знакомыми. Сели, вместе подумали, покрутили. И в итоге эта бомба, она перетрансформировалась в итоге из комедии в триллер. И я это сняла. Это был мой первый этюд в моей киношколе. И она посмотрела в итоге это все и первый раз в жизни увидела свою идею как бы, ну, на экране. Более того, она присутствовала при съемках и она поняла, что такое придумать идею и потом увидеть, как она воплощается. Какая-то фантастика. Похоже вообще на что-то невероятное, когда ты придумываешь какие-то диалоги, реплики, а потом смотришь это на экране и герои говорят твоими словами. Ну, это если один раз ты это почувствуешь, ты никогда потом не бросишь это занятие. Ну вот, в классе мы будем постоянно читать ваши наработки. Постоянно. Я буду их критиковать. Относитесь к этому спокойно, потому что благодаря критике мы растем, благодаря критике у нас появляется мотивация пойти и сделать лучше. И вообще киноиндустрия жесткая штука. Если у вас такой характер, что вы не воспринимаете критику, вам скорее всего не сюда. Ну, как бы это факт, что сценаристы постоянно переписывают. Они отсылают драфт и тут им пишет режиссер слушай, мне очень все нравится, но давай, пожалуйста, вот тут мне не ясен мотив, вот тут мне не нравится сюжетный поворот, здесь штамп, давай думать. И они садятся и думают, и дописывают, пока это не принимает какую-то нормальную форму, понимаете? Если у вас все чешется от мысли того, что вы будете что-то править и редактировать, скорее всего, это не ваша профессия, потому что сценарий не писывается, он переписывается, улучшается, доделывается и в итоге принимает форму конфетки. Вот. Это мой месседж. Идем дальше. Чем сценарий отличается от прозы в двух словах. Все, что вы читали в книгах «Война и мир», Достоевский, все это стоит на внутреннем мире героя. Автор может страниц 5 описывать небо над «Аустерлицем», как плывут облака, как все прекрасно. Но по факту в кино это будет просто мужик, который лежит в крови, смотрит на небо. Да, это главный герой, мы переживали за него. Раз показал небо, два показал крупно глаза, четыре неба. Все. Это явно не пять страниц. То есть мы не можем залезть в его голову и показать, что он там думает насчет этих облаков. Для зрителя это просто облака. Или, например, ты читаешь большой-большой абзац, там 20 страниц. Герой идет, у него сомнения внутренние, он не знает, как ему поступить, и то, и сё, и господи, и жена изменила. Или у него какой-нибудь внутренний кризис. Достоин ли я жизни на этой земле? Почему моя душа попала в это тело? В кино это просто будет мужик, который будет идти и такой... Поэтому, поэтому, очень тяжело экранизировать литературу. Есть редкие авторы, которые пишут кинематографично изначально. Ты читаешь книгу, как будто смотришь кино. Например, Акунин. Я обожаю Акунина, потому что ты прям смотришь кино. И можно прям брать и экранизировать. Что не абзац, то сюжетный поворот, то действия главного героя. В литературе внутренний мир. В сценарии действия главного героя очень сухо. Давайте я вам покажу парочку сценариев, чтобы вы примерно представляли, как это выглядит. Ну, например, вот я недавно писала этюд вступления короткой. В нашей школе нас периодически заставляют писать очень быстро. Нам дают один час, на создание короткого метра с диалогами. Кажется, что это невозможно. На самом деле это возможно. Вот то, что я вам сейчас прочитаю, это я придумала за час. Ну, примерно так и выглядит сценарий. Это программа Kids Scenarist. Мы с вами познакомимся с ней чуть-чуть попозже. Вам пока это ничего не нужно. Вам пока надо научиться придумывать, а не оформлять. Но просто визуально вы должны понимать, к чему мы стремимся. примерное описание, да. Я пишу интерьер бар. Подруги празднуют день рождения Олеси. Олеси, 35. Видите, какое описание героини? Просто возраст. Она дородно ухоженная женщина в габане и мехи. Вот этого описания достаточно для фильма. Все остальное потом решит режиссер, какая Олеся, какие у нее глаза, какая там габана и так далее. Это все уже решится. То есть не надо вот такого абзаца про героиню. Главное суть. Подруги ей желают любви, она отшучивается, что ей нахрен никто не нужен. Что все свои потребности она закрывает с помощью приложений. Заказывает услугу трезвый водитель и предлагает выпить еще по стопочке за сильных женщин. Вот тут должен быть диалог. Я диалог не успела во время этюда здесь написать. Дальше. Натура у дома Олеси. Частный загородный дом. Видите, как я пишу? Просто частный загородный дом. Я не пишу, что этот дом стоит в соснах, касающихся неба. На подоконнике сидит кошка облизывает лапы. На ее шерсти перхоть она очень стара. Кажется, это последнее ее лето. Вот это все, все эти обороты мы убираем. Мы пишем загородный дом. Все, место действия задали, пошли дальше. Олеси с бутылкой дорогого коньяка на каблуках отчаянно лепит снеговика. Важно, что в сценарии постоянно глаголы. Мы постоянно пишем, что делает главный герой. Думает. Вот такой глагол, как думает, можете сразу убрать из своего лексикона. У нас только делают главные герои. Идем дальше. Олеся. Ну что, сеньор, сделаем вам плечи пошире и торс. Да, кругляш никуда не годится. У нас будут кубики. Шесть штук. Берет большой кусок снега, прикрепляет к снеговику большой член. Ну все, теперь ты мой идеал. Олеся обнимает, целует красными губами, плачет. Интерьер спальни Олеси. Вот здесь я забыла написать. Утро. Олеся в кровати и в шубе на тех же каблуках, что и вчера. Просыпается от огромной лужи, которая образовалась под ней. Она щупает под собой кровать. Суть вы поняли. Пишем глаголами. У меня есть еще один сохраненный сценарий. Всегда у сценария есть шапка. Ты пишешь название, все не по плану. У меня всегда все шапки разные. Сколько драфтов сценария, столько у меня и названий. Названия я вообще думаю до финала, потому что название должно быть очень остроумным. Видите, у меня даже документ называется Ангел-Хранитель. здесь написано все не по плану. Андрей спрашивает, будет ли сценарий в конспекте. Давайте знаете, что сделаем? Я найду правильно оформленный сценарий и скину вам. В принципе, я могу вам скинуть вот этот сценарий, но он бездиалоговый, потому что у меня было задание не мое кино и диалогов здесь нет. Но когда мы с вами подойдем к оформлению сценариев, у вас обязательно будут примеры. всегда написано название, обязательно автор, жанр и обязательно контакты, потому что вот этот документ он начинает типа разлетаться по интернету безбожен. И есть хотя бы какая-то надежда то, что вы вас найдут. Еще кто-то ставит прям водный знак вот так по всей типа лебедливо, чтобы никто не украл. Но я не очень боюсь то, что украд мои сценарии, потому что кроме меня их хорошо никто не снимал. не снимет. Поэтому я не ставлю водный знак. Просто еще пример. Немножко, чтобы вы поняли примерно, как это выглядит. Интерьер, квартира мальчика. Никита, 18, спит. Я, видите, я делаю себе простор, я делаю себе воздух, я не прописываю. Никита, брюнет, судащава телосложения. Я оставляю это режиссеру. Я как сценарист запрещаю себе писать лишние подробности, чтобы там в следующих цехах было творчество, чтобы костюмер решил, какой будет костюм. А художник-постановщик решил, что будет на фоне. Но если деталь имеет какое-то драматургическое значение, то она обязательно прописывается в сценарии. Допустим, у героя родинка на щеке. И в конце именно это, благодаря этой родинке герой что-то приобретает. Его узнает отец. Тогда я пишу Никита 18 спит на правой щеке родинка. Точка. Без лишних подробностей там в сантиметрах и так далее. Просто родинка. Или такая заметная родинка. Дальше. На тумбочке рядом с кроватью лежит на зарядке айфон. За компьютерным столом сидит небритый мужик с пузом Василий 40-45 лет. В майке-борцовке в розовом потрепанном домашнем халате он рубится в компьютерную игру. Вот здесь я описываю в чем он одет. Почему? Потому что это важно для сюжета. Вот в чем спит Никита не важно. Хоть голый хоть в трениках но в чем выглядит вот этот вот Василий очень важно что он выглядит он в очень потрепанной одежде. У Никиты звонит в будильник Василий не глядя скидывает будильник продолжает сконцентрироваться и убивать людей на экране. Будильник снова звонит Вася безэмоционально скидывает интерьер балкон Василий на балконе все в том же халате наслаждается дымящимся кофе Никита за стеклом в шоке натягивает штаны в ужасе кричит склейка интерьеру подъезда иногда еще пишут склейки прям определяют я иногда пишу резкая склейка кто-то пишет ЗТМ когда затемнение идет иногда стоят такие моменты в сценарии прописки если ты прям это видишь ок мы это все изучим чуть позднее дальше интерьер у подъезда к дому подъезжает Яндекс.Такси Никита быстро в него залетает за ним неохотно плетется Василий на ходу подбирая длинный шар который уронил парень знак вопросика это я себе помечала стоит ли это снимать мы видим за лобовым стеклом как Никита призывает водителя Узбека к активным действиям Узбек жмет на газ колеса машины проворачивают в колесе в колее показываем как таксист и Никита толкают машину на переднем сидении Вася включает релакс.ФМ роется в бардачке водителя видит там влажные салфетки подмечает забирает их себе в карман интерьер кафе вот еще я конечно козячу я не пишу время суток это я просто отчаянно отчаянный режиссер я просто пишу под себя я в голове вижу картинку поэтому я не помечаю вообще всегда еще пишется интерьер кафе вечер интерьер кафе утро Никита забегает в кафе у своего шкафчика он судорожно надевает гавайскую форму и фарту кофицианта на туру кафе Вася стоит курит поднимая ворот выше за его спиной за стеклом мы видим как увольняют парня с работы демонстративно выдав ему из кассы тысячу рублей фокус снова на Васе он злорадно улыбается замечаете ли вы насколько сухое это описание но при этом нам понятно что происходит в кадре то есть в принципе можем понять примерно как это выглядит а главное мы улавливаем действия героев что они делают камера отъезжает и мы видим что новогодний гирлянду кращающую витрину выглядит за спиной Васи как большие ангельские крылья из кафе выходит раскрасневшийся Никита его куртка расстегнута и капюшон вывернут наизнанку Вася достает телефон и подгружает некую точку на карте включается навигатор Вася берет парня за капюшон и начинает тянуть как ребенка в нужную сторону парень грустно идет куда глаза глядят я не буду вам дочитывать в итоге я вам скоро покажу результат который получился по этому сценарию у меня было 15 драфтов этого сценария я переписывала его примерно 15 раз с начала до конца в итоге главный герой Вася перестал быть ангелом он стал в итоге купидоном куча трансформаций было и я очень довольна то что под конец на 15 драфт этот сценарий приобрел какую-то правильную форму Динар спрашивает Дарья вы пошли учиться на режиссера после коротких метров опыт этих работ недостаточен на ваш взгляд для продолжения работы режиссером Динар я хочу научиться снимать полные метры я кажется поняла что делать с короткими но в полных у меня пока проблема мне не хватает понимания как я более-менее понимаю как писать но не до конца понимаю как выстраивать по ритму есть у меня вопросы и вопросы быстрее всего и дешевле всего задавать в киношколе поэтому я решила пойти учиться туда очень-очень рада что я пошла учиться в киношколу мне очень нравится про киношколу могу отдельно потом рассказать если кому-то будет интересно кто-то думает поступать тоже там сценарный факультет отличный потом может быть кто-то после моего курса рванет еще туда учиться прям не пожалеете итак вы поняли чем сценарий отличается от прозы или нет примерно хотя бы суть в том что сценарий пишется очень сухо это сухой рассказ действий которые происходят с главным героем акцент идет на действия на события которые происходят иногда изредка на диалоги но об этом мы еще с вами поговорим почему даже диалоги не самое главное теперь приступим к моменту не зря я заговорила про полный метр это же супер-пупер просто вовремя я про них заговорила хороший вопрос был спасибо Гинара чем короткий метр отличается полуметражного давайте расставим все точки над и потому что вы пришли сюда писать короткий метр сразу полный метр не написать просто верьте мне все кто пробовал у них дикое вдохновение им кажется что они понимают как написать военную драму они садятся и ночь пишут пока не сотрут пальцы первые сорок страниц им кажется это гениально но потом приходит злая тетя логика и они понимают то что у них просто все сыпется они не знают что делать с серединой или с началом но у них написано уже куча диалогов они уже не могут отказаться короче ребят начинать надо с коротких метров однозначно на них мы будем с вами тренироваться вот начну с того что продолжительность у короткого метра от 1 минуты до 15 полный метр от 90 минут до 3 часов авторское сложное кино бывает разница еще в раскрытии тема поймите полный метр в них можно впихнуть главную такую масштабную какую-то мысль типа вот аватар он наверное такая главная идея там была такая это что не надо не всегда новое хорошо не всегда хорошо когда новое замещает вот эти племена то есть это аллегория на то что Америка сделала с индейцами эта тема она такая прям пронизывает аватар но там еще куча под тем тема любви тема дружбы тема верности туда впихнули очень много смыслов вы в короткий метр впихнете только один месседж один ну допустим смотри под ноги вы напишите допустим короткий метр где человек из-за того что не смотрит под ноги будет постоянно попадать в ужасные ситуации и месседж будет очень простой смотри под ноги или например там допустим месседж такой мы совсем не знаем своих детей допустим будет короткий метр о том то что родители и дети разговаривают на разных языках то есть посыл будет один немного как только у вас появится такая многоидейность я вас тут же остановлюсь скажу так давайте-ка мы разберемся какая из этих двух идей тебе важнее именно о ней мы будем с тобой снимать кино конечно существуют очень короткие метры это типа одно минуты это скетчи я вам их не советую пока писать это немножко такой это вайн это легкий жанр это анекдоты это 6 кадров это немножко не для нас то есть мы все-таки учимся писать кино но при этом я вас остерегаю больше 15 минут наши сценарии получиться не должны потому что мировые фестивали не принимают работы больше хотя бы на одну секунду 15 минут эфирного времени это 15 страниц кит-сценариста то что вы сейчас видели у вас по итогу будет 15 страниц текста не больше итак давайте немножечко подытожим мы на этом курсе пишем игровые фильмы продолжительностью 15 минут в центре которых лежат небольшие законченные истории для тех кто не знает чем авторское кино отличается от зрительского мы пишем зрительское кино в двух словах авторское кино это поиск нового новых форм новых смыслов как правило это люди которые идут в лес прокладывать новую лыжню понимаете это Ларс фон Триер это Тарковский это Дэвид Линч это люди которым которым может привидеться сон и они пойдут его снимать это целое большое крупное направление не надо говорить что артхаус это полная фигня кто-то так говорит нет они там эти гении делают свои какие-то находки потом мейнстрим это мы подхватывает их трансформирует делает их удобоваренными для людей и выдает уже людям очень часто так бывает что там в авторском кино черпается главное настроение главные тренды на несколько лет там вперед когда выходит авторский фильм хороший мы с вами пишем кино которое должно вызывать у людей эмоции мы с вами будем манипулировать людьми в зале если вы пишете драму то люди в зале должны во-первых все понимать что происходит на экране во-вторых сопереживать главным героем в-третьих желательно реветь если вы пишете комедию они у вас должны смеяться если мы пишем мелодраму они должны быть в конце примерно с таким выражением лица нам важно что чувствуют зрители нам на него не насрать то есть мы с вами об этом договариваемся в начале пути что если вы мне присылаете такую идею типа марсианин на марсе идет к закату но синие бабочки садятся ему на плечи и дальше яичница я говорю все круто это красивый образы но ни хрена не понятно я буду следить за тем чтобы было понятно и прослеживалась логическая цепочка ваших работ потому что ну согласитесь как бесит фильмы где логика страдает где ты смотришь и говоришь ну почему он так поступил ну почему он пошел в комнату где раздались страшные звуки ну зачем или зачем вы разделились ребята в фильмах ужасов же давно это известно когда делишься точно вас сожрет монстр как бы я буду следить за тем чтобы логика была четкой вот нет ни одной книжки о том как снимать короткие метры это факт потому что все они очень разные я скажу вот что по поводу коротких метров короткий метр это ваш шанс ворваться в индустрию и заявить о себе поэтому воспринимайте это как творческий эксперимент вам нужно написать это все по правилам и желательно бы всех удивить еще этим коротким метром ну то есть это не должно быть что-то совсем стандартное типа сюжет который уже изъезжен там ну типа годами вы можете конечно написать это будет по формуле ну типа несчастная девушка из провинции приехала в Москву ей очень тяжело она мечтает стать звездой но злой продюсер обманывает ее и использует ее вот если у меня напишет такую вещь я как бы скажу ну по схеме в принципе правильно есть герой есть линия стремления все четко но это хорошо было бы для телеканала Россия 2 потому что это уже так пережевано и изнасиловано что в этом нет совершенно свежести это еще один критерий за которым я буду следить чтобы ваши идеи были оригинальными вот еще чем будем заниматься на этом курсе я буду рассказывать очень много правил которые работают в большом кино это инструменты для создания полного метра я перед вами вот так выложу скальпель ватки зажимы всякие инструменты для операции вы выберете какими инструментами вам пользоваться все в короткий метр что вы узнаете вы не впихнете но вы осознав все эти инструменты что они существуют уже не будете писать непонятную фигню вот далее у нас идет блок как придумать идею для фильма с чего начинается творческий процесс мне кажется то что любой творческий процесс начинается с бреда с творческого бреда и с вопросов к самому себе что мне нравится я себя часто спрашиваю типа а что бы я хотела увидеть на экране от чего бы я кайфанула как зритель а что было бы прикольно или например а как сделать так чтобы зрители охренели или а как сделать так чтобы при просмотре человек так ну так удивился не знаю сюжетом поворота что прям вообще вздрогнуло отбежало а как сделать так чтобы зритель после просмотра хотел поделиться ссылкой а вот а вот еще вот я смотрю ой интересный человек интересно кто он может быть он заложил здесь бомбу где-то я постоянно как-то раз загоняюсь свою фантазию, записываю очень много фигни, бред просто не льется килобайтами. И давайте мы сначала с вами первое, что сделаем, научимся собирать вот этот вот, устраивать вокруг себя этот творческий шум, а потом я скажу, что с ним делать, потому что без вот этого первоначального этапа разгона своей фантазии ничего не будет. Вы можете, это знаете, такая палка о двух концах, вы можете очень сильно заморочиться, прочитать все сценарные книги, но если вы не умеете ловить вдохновение и писать по приколу, просто по кайфу, то вы тоже ничего не напишите. То есть формула вырисовывается следующая, что надо писать с удовольствием, получать от этого творческое удовлетворение, но писать надо по определенным правилам, вот так. Методов много, давайте я вам некоторые расскажу. Первое, самое легкое, оттолкнуться от реального происшествия. Для этого надо читать новости, паблики, сайты с историями, с удивительными и смотреть новости. Второе, взять события из своей жизни или жизни ваших знакомых, которые вас потрясают. На этом курсе я бы вам не рекомендовала брать события из вашей жизни, потому что, как правило, в свою жизнь ты очень влюблен, и ты не можешь легко отпустить какие-то факты. Тебе кажется, что каждый факт важен именно в том виде, в котором он был в реальности, и это немножко делает вас заложниками. Реальность делает ваше восприятие ситуации, делает вас заложниками. Ну и просто пофантазировать. Давайте сейчас немножечко отдельно остановимся на пункте под названием «Происшествия и новости», чтобы вы понимали, какие новости кино, какие новости не кино. Вот актриса Лиза Боярская вставила себе новые губы, это не кино. А вот, допустим, вот были митинги в Москве, можно ли равнодушно на это реагировать? Ну, в принципе, я не касаюсь политики вообще, то есть мне неинтересна политика. Но тем не менее, в дни, когда были митинги в Москве, я попала на Тверскую и просто ощутила этот дух того, что происходило. Я поняла, что у нас вся страна к этому как-то относится. Кто-то за этих, кто-то за тех. И это нас всех как-то волнует сейчас очень. В воздухе вот это волнение. Я подумала о том-то, что, наверное, если снимать кино об этом, то вот прямо сейчас. Его прямо все посмотрят, потому что у нас это надрывает. Допустим, вот недавно была смена правительства. Возможно, это хорошая комедия. Вот если сейчас, через месяц выйдет короткий метод под названием «Смена правительства» в интернет, посмотрят все. Это еще и хайпанет. Можно, конечно, говорить о том, что «Даша, зачем ты думаешь о хайпе? Это вообще не наше волмодело. Мы, высокие творческие люди, вообще о таких вещах думать не должны». Но на самом деле реальность такова то, что вы должны немножко уметь себя продавать. И если вы напишете сейчас сценарий на тему того, что происходило в 19 веке по полной серьезке, какой-то конфликт какого-нибудь герцога с барышней какой-то, это никаким образом не будет откликаться на ту действительность, в которой мы живем. У него гораздо меньше шансов прорваться, найти режиссера и как бы выстрелить в интернете, чем вы напишете сценарий на тему, которая всех беспокоит. Вот, допустим, небывалый перепад температур. Я бы, например, очень хотела бы снять что-то на тему экологии. Я вот честно не знаю, что можно придумать на тему экологии. Классное. Но мне кажется, это прям хорошее поле для фантазии. Просто те сценарии, которые я видела на тему экологии, они немножко нереализуемы. Типа, горит лес, раненый лось бежит, его рога горят. Нет, конечно, здорово. Образ красивый. Но поймите, что ваши сценарии, ваши краткометражные фильмы будут снимать такие режиссеры, как я. Мы можем и умеем искать деньги на свои проекты. Каждый 88-й у меня стоил 800 тысяч. При этом половина актеров, ну как бы, при этом половина того, что я имела, было бесплатно. То есть это считается дешево. Реальная себестоимость этого проекта – миллиона три. Последний короткий метр я сняла за 60 тысяч. Ну это прям вот все очень в меня верили. Но по-хорошему это должно было бы стоить хотя бы тысяч 300. Допустим, 300 тысяч – это минималка для создания короткого метра. Поймите, режиссер разобьется в лепешку, если ему будет нравиться сценарий, и найдет эти деньги. Но если он тоже будет понимать то, что это возможно воплотить. То есть если вы напишите сейчас сценарий, что событие происходит в третьей галактике, где не существует воздуха, где атомы сталкиваются друг с другом и вырабатывают искры, то вряд ли это будет реализовано. Давайте мы с вами все-таки приземлимся на Землю и свои сценарии коротких метров будем писать такими, чтобы режиссеры могли их воплотить. Такие же режиссеры, как вы, начинающие. Чтобы они смогли это снять, чтобы они смогли найти этот денег, на это денег. И чтобы это стоило примерно тысяч 300, не больше. Я, если вы улетите далеко в космос, вам буду напоминать, что давай-ка мы с тобой чуть-чуть сделаем не 15 локаций, а 5, допустим. Для этого тоже есть у вас я, которая будет вам напоминать, что это слишком дорого. Пока вы просто для начала просто фантазируете, потому что иногда фантастика снимается дешево. Я вот умею дешево фантастику снимать. То есть я придумываю такую фантастику, в которой не нужна компьютерная графика. Вот. Это рецепт коротких метров за ноль. Дальше. Про события пошли. Вот дети сгорели в кинотеатре в Кемерово. Когда это произошло, я ревела. Так как я профессионально деформированный человек, и я сразу, когда со мной что-то происходит, я сразу воспринимаю это как кино. Я с собой ничего не могу поделать, но я даже меняю объективы. В момент, когда что-то, ну, типа, сильно эмоциональное вокруг меня. Я в момент, когда это произошло, подумала, что это будет хорошее кино, но чуть поздней. Если какой-то человек рискнет снимать об этом событии фильм, то он должен настолько уважительно отнестись к теме, что от этого должны просто... Все после фильма должны ему сказать спасибо, а не идиот, какого хрена ты вообще выдумал. Есть такие темы, которые надрывают у людей, но которые, знаете, на краю святости. Понимаете? Ну, типа, тема детей. Это такое немножко святое, и немножко это святое. И то, что произошло в Кемерово, это трагедия мирового уровня. И подходить к ней нужно... Не просто я начитал со статей и решил написать. Для того, чтобы написать на эту тему, нужно произвести настоящее расследование. Нужно поехать туда, познакомиться с родителями, узнать правду от них, а не из-за интервью Первого канала. Надыбать такому материалу, которого никого нет, оттолкнувшись от него, начать писать уже. Если вы берете писать тему, в которой вы ничего не понимаете, вам нужно будет копать. Вам нужно будет производить свое личное, такое же журналистское расследование. Когда я начинала писать про аутизм, я как бы сначала познакомилась с девочкой-аутисткой, Алиной, она была первая. Она меня вдохновила. И пошел творческий процесс. Я поняла то, что я хочу снимать про аутизм, и я ходила к ним в их кружок. Заниматься, смотреть, знакомиться. Меня типа все морально подготавливали, что берегись, будет тяжело, но ничего, ты справишься. Но вообще я полюбила этих детей, не видела в этом ничего страшного. И мне их не жалко. Жалость отвратительное чувство по мне. Мне жалко вот иногда некоторых взрослых, которые работают с утра до ночи, не видя вообще белого света. Люди, которые не смотрят ни под ноги, ни на небо, ни на закат, ни на рассвет. Вот их, наверное, можно пожалеть. А вот этих детей, они, не важно, какой у них возраст, они дети. Но они делают то, что хотят. Они хотят понюхать себя. Они подойдут и понюхают. А если не захотят разговаривать, они не будут разговаривать. Вот. И я много, я идею искала полгода. Как бы пыталась сформулировать вот этот логлайн. Потому что нельзя было про аутистов снять гондова. Понимаете? Есть темы, про которые нельзя поверхностно. Вот если вы беретесь за такую тему, за какую-то такую очень тонкую, то подход нужен серьезный. Сразу предупреждаю. То есть мало найти новость в интернете, есть темы, под которые придется очень много копать. А иногда бывает такое, то что вы берете тему, допустим, она не тонкая и не глубокая. Но вы пишете настолько поверхностно, что я понимаю, что вы не собрали материал. Допустим, ваша главная героиня проститутка. И она, типа вы пишете короткий метр про ночь проститутки, что она попадает в невероятные ситуации и пытается выжить и выбраться там, допустим, откуда. Были такие случаи. Я понимаю, то, что человек пишет про проститутку, он ничего о них не знает, он ничего не понимает. То есть это как бы видно невооруженным взглядом, что написано поверхностно, написано свысока. То есть он как бы свысока смотрит в свою героиню, типа он классный, а вот она типа шлюха, да? Нельзя так. И как бы я попросила этого человека пойти, познакомиться с ними, узнать их истории и узнать, почему они пошли, что с ними произошло, какие они. Он собрал информацию, фильм получился гораздо лучше. Вот. Теракты, смерти каких-то знатиковых людей или их какие-то судьбы. Ну, Дэц Лумер сразу вышел фильм на эту тему, сразу был хайп. Это резонировало. И хорошо то, что когда это находит воплощение воплощение в фильмах. Идем дальше. Есть такая палочка-выручалочка, которая немножко разгоняет нашу фантазию. Эта палочка-выручалочка называется «А что если?». Мы сейчас к ней приступим. Давайте я быстренько отвечу на ваши вопросы. Надежда спрашивает. Даша, сложнее заставить зрителя смеяться или плакать? Знаешь, Надя, мое мнение. Я считаю, что вызвать правильный смех тяжело. Вот вызвать поверхностный смех гораздо, то есть есть прямо схема, есть прямо книги написаны о том, как это делается. Но вызвать какой-то такой правильный смех, написать хорошую комедию, где смех будет не унитазным, не низким, а добрым. Добрый смех, мне кажется, очень тяжело вызвать. То же самое со слезами. Можно вызвать манипулятивно слезы? Ну, не знаю, вот я сейчас покажу вам кадры, где девочки молотками убивают кошку, по черепу ей бьют. А потом крупно покажу хозяеву, которая ищет, ходит по улице, такая, Барсик, Барсик, возвращайся. Барсик, ну ты что, у тебя завтра день рождения, купила тебе вискос. И на фоне заиграет скрипка, а потом камера отдаляется, и мы видим, что ты женщина беременная. Все, как вздец. Я вас уверяю, у вас будут у многих, у многих будут слезки на глазах наворачиваться. Но это манипуляция, понимаете? То есть я вызвала слезы не тем, что зрители подключились к главному герою, переживали в течение всего фильма, чтобы в конце зареветь. Нет, я просто вам включила скрипку и показала парочку образов, на которые невозможно реагировать спокойно. Мы с вами будем учиться вызывать эмоции правильно. Олег спрашивает, можно ли писать транскриптом? Олег, можно, но читать я вас буду медленнее, чем всех остальных, поэтому старайтесь успевать, если вы будете находить взамен русские слова, то будет хорошо, потому что у нас достаточно быстрый темп учебы. дальше вопросов нет. Идем дальше. Выручалочка, а что если? Давайте поиграем немножко. Бывает такое, что нас окружают бытовые явления, очень легко узнаваемые, которые случаются каждый день и которые у нас не под вопросом. Ну, допустим, многие русские мужики любят лежать на диване и смотреть телевизор. Многие, это уже уходит, но многие. Допустим, многие мои друзья, это факт, вот молодые семьи, обожают вечерком собраться вдвоем или там с ребенком и включить серик, серик от Netflix. Это хорошее проведение вечера. Допустим, половина моих творческих друзей зимой пытается свалить на Бали или куда-нибудь еще отдохнуть, потому что лето у них самый сезон. это как будто бы факт нашей бытовой жизни. Еще факты. Допустим, когда я иду по парку, каждый раз на первой лавочке из десяти сидит бомж, а рядом с ним собака, собака всегда сидит на лавочке почему-то, не рядом с лавочкой, а на лавочке. И это как бы мой бытовой факт. Скорее всего, как бы, если я спрошу мужа, считаешь ли ты то, что бомж сидит каждое утро в парке? Он скажет, ну да. Я спрошу, считаешь ли ты то, что посидеть вечером с пивком и посмотреть Netflix, это классно? Он скажет, ну да. Накидайте мне, пожалуйста, таких случаев бытовых, вот прям случаев, с которыми никто сейчас вот как бы не поспорит. Это типа такие явления вокруг вас, которые являются фактом. Накидайте мне прямо сейчас в чат вот таких бытовых явлений, которые вас окружают. Я буду читать. Вперед. Самую вот фигнищу, простотищу, пишите, пожалуйста. Многие дети, когда купаются в ванной и заливают водой всю ванну и всех соседей. Это факт. А многие дети, когда купаются в бассейне или в океане, писают. Это тоже факт. Ну так, просто. Мы будем, короче, фантазировать на всякие темы, да? Когда утром просыпаешься, сразу лезешь в телефон. Это правда. Вот вообще не поспоришь, свет. Давайте еще накидывайте, пожалуйста. Каждое утро соседи начинают топать ногами. Да. Вот прям факт. Отлично. С работы, пожалуйста, пару бытовых явлений. Переполненные автобусы, метро с утра недовольных людей. Ира, я бы, знаешь, сделала бы маленькое уточнение. Я бы сказала, в час пик в метро невозможно вздохнуть. Люди настолько тесны, что просто превращаются в какую-то кашу-малашу. Ну, допустим, делайте чуть-чуть прям поточнее вот эти свои укольчики. Кто сегодня вечером моет посуду? Не знаю, Максим. Это, знаешь, как бы каждый моет посуду в свое время. Я иногда оставляю до утра, а вечером ничего не мою. Допустим. То есть нельзя сказать про посуду. Так, как выходные, то плохая погода. Как выходные, то плохая погода. Дим, я бы, знаешь, как сделала? То есть, типа, может быть, как как собираешься на природу, так плохая погода. Но это нельзя назвать фактом. Не знаю, что-то, Дим, я не соглашусь с тобой. Давай еще, пожалуйста, накинь мне парочку. Так, Света, если ты хочешь сконцентрироваться, тебе обязательно будут мешать. Классно, мне уже нравится. Факт. Дети часто тискают кошек, как садисты. Сто процентный факт. Утром всегда встречаю хотя бы одного человека с несчастным видом выгуливающего собаку. Ну, да. Защиту этих людей могу сказать, что часто на вид мы несчастные, но внутри мы счастливы, потому что мы любим своих собак. Дальше. Когда появляется свободное время, то сразу не знаешь, чем заняться. Да. Теперь вы будете знать, чем заняться. Когда берем корзинку в магазине, всегда выбираем без пулечка внутри. Это у Олега какой-то такой фетиш. Может, без мусора внутри. Ну, да, типа, да. Дальше. Мама всегда последняя садится за стол. Факт. Когда куда-то торопишься, автобус обязательно задерживается. Точно. В самолете, в салоне или рядом с тобой сидит кричащий ребенок. Сто процентов. Без кричащего ребенка полет невозможен. Хочется смеяться, когда нельзя. Если четко, вообще у вас все четко, если говоришь с кем-то по телефону, то обязательно кто-то позвонит по параллельной линии. Ну, не всегда. Хотя, может быть, у тебя постоянно разрывается телефон, у тебя это, ну, реальность. В поликлинике всегда сидят бабки около кабинета врача. Юля, супер. Так, я все не читаю, мы с вами идем дальше. Но мне очень нравятся ваши примеры. Сейчас мы из них что-нибудь сделаем. Итак, а теперь к этому бытовому явлению мы добавляем волшебное «А что если?» Вот, допустим, мужик, который валялся на диване и постоянно смотрел телек, что если он вообще не встает с этого дивана? Что если он на этом диване практически жизнь проводит? Он там и спорит, он там и комментирует, и диван – это практически его жилище. Ну, грубо говоря, я добавила «А что если?» и у меня появился комедийный персонаж, такой диванный критик. То есть я взяла реальность и немножко ее гипертрофировала. Допустим, ты едешь в метро, да, вот эти бабки, которые… Вот, кстати, мне больше понравилось ваш пример, то, что бабки сидят в очереди к врачу. Вот просто образ, вот просто образ архетипичный, отличный. Но что если подумать, что если они в этой очереди болтают не о пенсиях и не о болезнях, а о чем? Что бабки могут там обсуждать? Кто может придумать, что бабки обсуждают в очереди? Не бытовое, что-то другое. Что замыслили бабки, задумали бабки? Как банк ограбить? Готовят переворот. Вот смотрите, когда, например, о квантовой механике, это просто как гэг, да, просто шутка. О, о квантовой механике, смешно. Но когда они, например, думают, как ограбить банк, это сразу кино. ты сразу даешь им линию стремления, какое-то желание, которое кажется сначала смешным, типа как ограбить банк. Но на самом деле они должны сделать много действий на пути к своей цели, чтобы ее достигнуть. Вот одна фраза, то, что они хотят ограбить банк, делает кино. Если вы не смотрели, есть такой потрясающий фильм, где старички пошли на ограбление банка. И это офигенский фильм. Думают, как спрятать труп. О, это черная комедия. Отлично. Вот в этом направлении ее. Молодцы. Так, теперь мы берем реальную, узнаваемую реальность. Допустим, мы говорим то, что в офисе вот все такие клерки, да, то есть это такая узнаваемая картинка, мы говорим, да, мы верим в нее. Давайте что-нибудь с офисом придумаем прямо сейчас. Типа, допустим, люди за этими компьютерами на самом деле занимаются нескучными бухгалтерскими отчетами. Допустим, визуально это просто офис, но на самом деле что-то не так. А что если, придумайте мне, пожалуйста, сейчас какое-то фантастическое допущение к этой картинке. Они общаются с коллегами с Марса. Интересно. Интересно. Хорошо. Так, еще. Это пункт управления ракетами. Ну, пункт управления ракетами выглядит иначе. Здесь немножко не срабатывает вот этот вот хоп, ничего себе, удивило, блин. Они роботы. О, Евгения молодец. Они роботы. Прикиньте, ты показываешь такой общий план обычной клерки. Потом ты так хоп, камеры наезжаешь, а у них сзади на шее провод для USB вставлен. И ты думаешь, охренеть, я буду смотреть это кино. Это постановка для отвода глаз, говорит Максим. Отлично. Просто у них там за соседнем офисе просто раскладывают кокос. Вот это прикольно. О, Юля, офис по управлению судьбами всего человечества. Отлично. Моя любимая тема. Отлично. Представьте, это не клерки. Это люди, которые вот решают, что нам с вами делать. То есть мы живем с вами в таком управляемом мире. А что если каждый раз, когда сотрудник складывает косынку, за счет компании зачисляется миллион и руководство всячески пытается промотивировать их. Вот, Маша, ты придумала шутку, но как-то не смешно и не складывается из этого кино. Ну, сложил косынку, ну, компания получила миллион. Ты как-то не подключаешься к этому. Я понимаю, что то, что я говорю, это достаточно, ребят, понимаете, субъективная штука. Просто, знаете, у меня типа есть датчик внутри, который я уже 9 лет, короче, дрессирую. Что является кино, что не является кино. И вы сейчас должны это тоже от меня перенять. Сейчас я попробую вам это в течение курса передать. Что кино, а что не кино. Что клево, а что не клево. Я понимаю, что это очень субъективно, но я уверена, что у нас с вами получится. Вот, и не бойтесь ошибаться. Я постоянно придумываю кучу идей, и из 10 две только нормальные. Это норм. Это демонстрационная версия, пишет Люба. Офиса, как муляж для предпринимателей. Ну вот, про кокос, это вот смотрите, как интересно, приходят одни и те же идеи. Это говорит о том, что есть такие идеи, которые лежат на поверхности. Типа, там за стенкой пакуют наркоту. И вроде как бы классно придумал. Но так же, как и ты, классно придумал еще 15 человек по планете Земля. И такие короткие метры уже снимаются. Поэтому, когда ты фантазируешь, ты придумал первую идею, но надо подумать еще. И ты вот удивишь этому минут 30 еще. И там второй, третий, четвертый вариант уже попрет креатив. Вот. Так, они управляют бабками в очередях. Ну да, да, отлично. Они тестируют офисы. Вот, Маш, то, что они тестируют офисы, я не понимаю, что с этим делать драматургически. Вроде не смешно, и вроде коллизии нет вот этой. Идем дальше. Хорошо. Вы неоднократно встречались с такой картинкой, что люди в метро читают все. Или, например, все уткнулись в телефон. Что, если, например, они почему-то читают одну и ту же книгу. Или они уткнулись в телефон. Все уткнулись в какие-то гаджеты. Что бы это могло обозначать? Придумайте мне, пожалуйста, что происходит с людьми, которые все едут в одном вагоне и все уткнулись в телефонах. Я уверена, что вы все встречались с этим. Что все люди, вот вокруг вас, вы таки оглядываетесь, и все, короче, в гаджетах. Давайте, что происходит с этими людьми. Вперед. Книга, как управлять вселенной изучают. Люба, вот круче было бы, если бы, например, книга была не как управлять вселенной, а, типа, такая книга, может быть, которая как-то гипнотизирует. То есть, кто-то, типа, управляет вселенной через эту книгу, и, прочитав ее, они, типа, под властью этого человека. Тяжеловато сформулировала, конечно. Писатель вчера выиграл премию. Отлично, Максим. Вот ты сейчас сделал классную штуку, то есть, ты такой проэкспонировал некого героя, да? Представьте себе, мы начинаем показывать короткий метр. Этот короткий метр про писателя. И мы не показываем сначала писателя, мы просто показываем вагон метро. И все люди читают одну и ту же книгу. Мы показываем обложку, и там автор симпатичный молодой там блондин. И такая, вроде, такое описание. И все-все-все взахлеб читают, смеются и плачут. И потом мы заявляем этого блондина следующим кадром, и ты уже сразу как зритель понимаешь. А он сейчас наверху. То есть, ты не считаешь, что он хороший писатель, но ты знаешь, что он востребован. Вот одним таким кадром, очень кинематографично ты заявил главного героя. Мне очень нравится. Отлично. В телефонах цифровой наркотик, который заставляет людей определить моменты залипания в телефон. И в этот момент вокруг что-то происходит, то, что не должно быть замечено. Юля, мне очень нравится. Для короткого метра это замороченная концепция, но, например, в полном метре это вполне могло бы прокатить, там бы хватило время, чтобы это раскрыть. И по телефону как новый вид наркотика. По-моему, это здорово. Прикольно. Там загружаются инструкции на день вперед. Зима мне нравится. Ну, да, ты такой ок. Это прикольно. Каждый при рождении получает книгу инструкцию, как жить там, прописана вся жизнь каждого конкретного человека. Пока читай, живешь. Интересно. Прервешь чтение, умрешь. Любопытно. Так, идем дальше. Допустим, вот представьте себе, ты просыпаешься, а все вокруг тебя спят. Все вообще вокруг тебя спят. Все. Почему это могло произойти? Иду сейчас от обратного. То есть я представила гору спящих людей. Снять вообще, это очень дешево снять. Почему все заснули? Какие предположения? Компарация амбрелла снова что-то разбила. Да, отравились газом, гипнотизер. Вот смотрите, газ, вирус, самые на поверхности лежат. А вот, например, гипнотизер мне нравится. Но гипнотизер как будто бы не на поверхности, то, что их загипнотизировали. Это такое, не первая полочка, а уже вторая. То есть идея не с первой полочкой, а человек покопался типа немножко. Идем дальше. Это просто образы. На самом деле эту презентацию я показывала на предыдущем курсе тоже. И один из моих студентов написал на тему этих картинок классно, классный короткий метр. Просто умопомрачительный. Вышел фильм, как клерк заснул на работе, проснулся, вокруг него все спят. И он начал, типа, он понимает, что он последний человек на земле, который не спит. он начинает прикалываться, есть что хочет, делать что хочет, но потом целует одну девушку. Ну, она же спит, еще ее можно поцеловать. Он ее поцеловал, а она проснулась. Таким образом мы поняли правила мира. То, что просыпаются те, кого он целует. И не буду вам рассказывать финал, но суть в том, что он как Адам, получается, начал новую вселенную. То есть он мог решать, кого целовать, кого нет. Мне кажется, очень прикольно в итоге он разработал эту концепцию. Тоже это я фантазировала. Остался один человек, у которого бессонница. Он должен выяснить. Допустим, вот есть герой, вокруг него все засыпают, а потом уже не просыпаются. Людей все меньше, меньше, меньше. А у него бессонница. И вроде как бы он один остался, и на него вся надежда. Тоже хоп, и быстро кино какое-то в голове выстраивается. Тоже фантазировала на эту же тему, что-то меня так шторивала она. Что если молодые парни заигрались в какую-то компьютерную игру, тоже вышли на улицу, все спят. И вот они идут и пытаются всех спасти. Один из них, конечно же, в процессе засыпает, потом остается всего один герой. Ну так, я подумала, что это могло бы быть интересное кино. Пока до конца у меня это не сформулировано. Есть, ну как бы, есть кого-то тоже в шторе толпа спящих людей, пробуйте писать. Потому что то, что у нас получилось на предыдущем фурсе, это такая комедия-комедия, прямо такой целующийся Адам, комедия. Но мне кажется, тут можно написать еще прикольный, типа, триллер-хоррор, как, знаете, как детектив такой, немножко. Типа, как разгадка, почему все заснули. Короче, можно пофантазировать. Если кого-то в шторе, пишите тоже на эту тему. Вот элементарно, когда ты берешь какие-то очень маленькие вещи, типа, как съесть конфетку и не быть больше никогда прежней. То есть ты съедаешь конфетку и, например, знаешь французский. Теперь ты знаешь французский, допустим. Ты съедаешь конфетку и становишься красивой на час. Это такое волшебное обстоятельство, волшебное допущение, благодаря которому может появиться на свет целый фильм новый. Прежде чем мы переступим к следующему приему, пожалуйста, прямо сейчас в чате прошу вас написать мне идею какую-то, которая могла бы лечь в основу фильма. Но что был элемент «А что если?» То есть начинайте прямо свою фразу с фразы «А что если?» и пишите. Вот сейчас мне хочется, чтобы вы вылили весь поток бреда, который у вас есть. Вот просто... Вот вы считаете, что это интересная коллизия? Типа, а что если вокруг все заснули и не проснулись? Мне кажется, это интересная коллизия. А что если девушка съела конфетку и, не знаю, то есть хорошо бы, чтобы в этой коллизии существовала какая-то остриночка, чтобы было что-то в ней остренькое. Например, вот с конфеткой мне кажется, как-то вот нет остроты. А вот, например, допустим, вот с этой картинкой у нас получилась острота, что на самом деле они роботы. Ты так думаешь, блин, классно. Например, да, Юля, а что если весь мир буквально носит розовые очки и одна девушка случайно их разбивает и видит мир без иллюзий? Юля, это просто прекрасный образ визуальный, от которого можно оттолкнуться и писать короткий, прекрасный метр, который будет легко снять и нам всего лишь нужно раздать все массовки розовые очки. Снимается за 3 копейки, но в зависимости еще от того, как напишешь. Если что, можешь брать эту идею как одну из разработок на коротыши. Вообще, в бреду, я вам хочу сказать, рождаются самые гениальные идеи. А что если исчез интернет и все технологии, пишет Света? Света, это называется blackout, когда отключат интернет. Я этого очень боюсь. У меня есть несколько сценариев на эти темы blackout. Это очень возбуждает. Если ты, Света, напишешь что-нибудь на тему blackout, я буду в восторге. Типа какой-то короткий метр, когда люди просыпаются, у них нет интернета. Ну как бы все. Для них это конец света, потому что у них стерлось все. Все их фотки, вся электроника погорела, нет ни видео. То есть мы с вами вот сейчас 21 век. Я вам веду, вы вообще все в разных городах и странах находите. Понимаете? Но что если не будет интернета, мы с вами потеряемся в долю секунды. Понимаете? Вот про blackout очень интересно. Света, прямо даю зеленый свет на разработку этой идеи. Дима, а что если мир перед глазами это только декорации, а за спиной все по-другому? Интересно, но есть фильм матрица. И если ты сделаешь менее эффектно, чем матрица, тебя все засрут. То есть там за спиной должна быть как-то мощная компьютерная графика скорее всего. Поэтому прикольно, но надо еще подумать. А что если животные и люди будут говорить на одном языке, понимать друг друга? Ира, прикольно, но лучше, чтобы это делал только главный герой. То есть если ты сделаешь главного героя, который умеет говорить с животными и сделаешь его каким-то современным, не просто лесник, а какой-нибудь, ну я не знаю, президент, умеет говорить с птицами. Ну не знаю, надо подумать, надо фантазировать. Что-то можно нащупать, интересно. Так, а что если исчезла вся капуста, а ты хочешь борща? Ну это такая комедия положений. Типа чувак должен найти капусту. Пока не смешно. Пока вот эта коллизия почему-то не очень смешная. Ну типа, ну нет капусты, ну блять, готовь борщ без капусты, ок. То есть проблемы как таковой нету героя. Чувствуете разницу? Попробуйте. Мы сейчас это делаем упражнение для того, чтобы вы учились слушать не только комментарии на свои идеи, но и комментарии на чужие идеи прежде всего. Должны выработать вот это в себе чувство вкуса. Да, да, нет, нет, смешно. А вот это не смешно, а вот это вроде да, да, вроде смешно. Так, окей. А что если твое время стало идти медленнее, и рядом с тобой все медленные задача догнать свою жену с ребенком? Ну, как бы ничего. Не понимаю, я пока не понимаю в какую сторону двигаться. Визуально вроде прикольно, но что-то я не понимаю что с этим делать. Так, ладно, дальше. А что если начнется массовый исход людей из города? Так, Максим, это интересно, но это сразу какой-то фильм зомби-апокалипсис. Когда начинают нападать зомби, все валят с городов, и есть даже такой русский знаменитый короткий метр недавно снятый про зомби. Он какой-то качественный такой, с главной героиней, которая сыграла в Ольге. Яна, по-моему, зовут. Динара, а что если мы живем не в привычном мире, а в террариуме? Небо это голограмма, солнце это лампочка, и ад находится под землей, и выход в другие соседние миры лежит через девять кругов ада. Всего намешал, вот как прям, вот тут тебе и матрица, тут тебе и шоу Трумэна, все в одну кучу свалил. Думай еще, вот эта коллизия, которая должна содержаться в этой фразе, она должна быть какая-то лаконичная, емкая, и сразу как будто бы ты должен чувствовать потенциал для фильма, конфликт там должен содержаться внутри. ну конечно Динар, ты понимаешь, да, то есть ты сейчас написал в одной строчке очень дорогую фантазию, очень дорогую историю, давайте избегать все-таки супер истории, супер графика компьютерной, а что если люди не могут не могут больше находиться в домах и вынуждены приспосабливаться жить на улице, это хорошо, типа люди ушли в дикие леса, надо только придумать, что с ними произошло. Так, Динар спрашивает, а должно быть обязательно смешно? Иногда в некоторых фразах потенциально может содержаться драма, не обязательно смех, например, допустим, да, а что если мать родила ребенка и ему не могут поставить диагноз, нет, скучно, скучно, кстати, очень плохой показатель, если скучно, то все, как в детстве, я просто думаю, как драму можно в одном предложении сформулировать. А, семь жизней, ну допустим, а что если мужчина попал в аварию, в эту аварию умерло семь человек по его вине, и теперь он хочет раздать все свои органы семи людям, таким образом покончив жизнь самоубийством. Пожалуйста, ну, такое, не особо смешно, но это как бы гениальный фильм семь жизней. Так, дальше идем. Просто, знаете, для этого упражнения легче комедии заходят. Драма в коротком метре вообще очень тяжелы на подъем. Мы с вами скоро будем говорить про жанры. Дальше. А что, если мы засыпая умираем, а просыпается другой человек сложной памятью? Это интересно. Это сложно раскрыть в коротком метре, сразу тебе скажу, потому что нам надо подключаться к главному герою, его любить, за него переживать, а если каждый раз в его теле будет просыпаться новая личность, то мы не успеем подключиться. Для коротком метра тяжелая концепция. Коронавирус. Из Китая перестали поставлять линзы для глаз. Подпольная лаборатория выпустила новые линзы, но надев их, видишь насквозь всех людей. Оля, заход классный, но вот все про коронавирус вычеркни, эта экспозиция нафиг не нужна. Просто пиши про то, что есть некие очки, в которых ты видишь насквозь всех людей. Одни единственные очки, и они попадают к главному герою. И он видит суть людей. Потому что если такие очки есть у всех, тогда что будет делать главный герой? Скорее всего, если есть волшебный предмет, то он должен оказаться у главного героя. А что если появилась таинственная банда, которая разукрашивает все вокруг? Улицы, дороги, парк. Все ищут смысл. Появляются сторонники, сторонники и ненавистники. На самом деле им просто это нравится. вот Маш, нет в этом коллизии таинственная банда, которая разукрашивает все вокруг. Ну, пусть разукрашивает. Ну, удиоты. Ну, как бы. И допустим, если они разукрашивают все, улицы, дороги, парк, конечно, люди будут на это реагировать. Но в конце не оказывается какого-то волшебного поворота. Типа, они разукрашивали все для чего-то, для какой-то цели. ты в конце просто все как бы обрушиваешь. А они просто так это делали. Ха-ха, вы зря посмотрели кино на полтора часа. Обидненько за зрителей в конце. Это такой вариант финала, такой артхаусный, типа, зрители, идите нафиг, нам пофиг, что вы думаете. Нет, давайте все-таки вызывать эмоции конкретно. Любовь пишет, а что, если все люди начинают говорить на совершенно разных языках как-то в один день и никто никого не может понять. Это типа как Вавилонская башня, да, прикольно, прикольно, непонятно, что с этим делать, непонятно, как это в сюжет, но что-то вроде как бы прикольно. Знаешь, как надо сделать? Что семья просыпается с утра и все говорят на разных языках, и это будет хорошая комедия, что они не могут поговорить. Мама на немецком, потому что она немецкий в школе изучала, папа на французском, потому что он французский в школе изучал в детстве, а мальчик на английском, потому что он английский, а русский они напрочь забыли, кислорода у людей осталось на несколько дней. Окей, мне нравится, только, Ира, делай тогда историю про типа двух влюбленных, и у них остался кислород от нашей трехлитровой банки. Не делай эту историю про людей. Ты никогда не покажешь такие масштабы в короткометре. Но если ты покажешь каком-нибудь сарайчик, и два человека в противогазах сидят, и у них нет воздуха, и у них осталась одна последняя трехлитровая банка с воздухом, мне кажется, это будет интересно смотреть. Так, 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 сейчас, 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 так, а что если крепкий кофе буквально наполняет нас энергией? Когда нет кофе в организме, человек умирает, и террористы-смертники собираются уничтожить весь кофе в мире. Юля, прикольно, но кофе и так нас бодрит. Вот если ты бы сделала так, что нас бодрит что-то неожиданное, было бы смешней. Ну, кофе и так бодрит, ну, как бы, но если типа добавляет энергии что-то кардинально противоположное, надо подумать. Не видится мне пока здесь фильм. А что если люди всегда должны ходить так, чтобы возвращаться в одно и то же место, замыкать круг? Какое-то такое, какое-то правило из какого-то фантастического мира. Не понимаю пока, как сделать кино. А что если у всех людей появляется возможность исполнить мечту жизни, но после этого они сразу умирают. А вот это кино, это прикольно. Представьте себе какой-то типа мир будущего, надо показать его как-то будет типа подешевле, и выходит такой типа указ, то что, или не знаю, или как-то надо объяснить это обстоятельство, что у тебя типа есть выбор. Либо ты проживаешь последний день и исполняешь в этом дне, и ты прям получаешь то, что хотел, либо ты остаешься жить, но скорее всего никогда не исполнишь свою мечту. И прямо находятся люди, которые готовы лучше один день прожить хорошо, чем всю жизнь вот так вот нищебродствовать. Это интересно. То есть, есть какое-то, видимо, бюро, которым нужны эти люди зачем-то. Их души, может быть, зачем-то нужны. Но это, знаешь, что, это тянет на покупку душ. Типа какой-то есть некий дьявол, который, но есть такой фильм. Есть такой фильм, я вспомню название, скажу, когда дьявол сидел в кафе, исполнял желания людей, но они расплачивались за это жестко. Фильм очень хороший. Так, а что если все люди частично поменяют память, будут помнить общие вещи, но не помнить свою семью, работу и дом? Не знаю, что сказать. Вот если это свести на одного главного героя, что главный герой типа забыл семью, но есть такой фильм, помни, Кристофера Нолана, первый его полный метр. Он там тоже все забывал постоянно, поэтому не на вон. А что если люди частично поменяют память, так, это все, это я читала, так, 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 потеряют. Все, я поняла, Раиса. А что если все не заснули, а умирают, атмосфера атмосфера трансформируется? Ну, как бы было сто фильмов, миллиард фильмов, когда люди просто толпой умирали. Это фильмы про вирусы, про всякие, про лихорадки. Было это, было, поэтому мне кажется, что все заснули, что-то интересненькое. Так, Дима пишет, а что если по четным дням герой честный муж Веры, а по нечетным честный муж Гали, а его раздвоение личности, которым он не подозревает, а Вера и Галя все дети окружающие знают, но принимает героя таким, как он есть, пока Галю это не перестает устраивать. Дима, это прикольно, это прикольно, но главный герой у тебя будет человек, которого это перестанет устраивать. Наверное, возможно. Самое такое на поверхности делает то, что главный герой об этом знает. у него реально две семьи, он живет на две семьи. Но это такой достаточно поверхностный путь. Есть такие фильмы, конечно же, на России 2 их очень много. А ты сделал какую-то новую формулировку этой теме. А что если простая деревенщина однажды проснувшись поняла, что она известна? Интересно, но таких фильмов много тоже на России 2 там только вот этот промежуток то, что ты сделала сном раскочегаривается на 20 серий. Смотреть скучно. Ну, деревенщина, ну, просто шмотки поменяла. Ну, не знаю, по-моему, бабульки уже это переварили. А что если каждый раз, когда кто-то врет, прядь волос становится седой? Возможно, но это скучнее, чем нос вырастающий и уже есть буратино. А что если человек испытывая боль и грусть засыпает и попадает на свою луну, где сидит на лапочке? Очень мило, но это авторское кино. Так, а что если есть аппарат, с помощью которого ты перед смертью можешь поменять всю свою жизнь? Какое-то, знаешь, не понимаю, о чем это будет кино. Ну, типа, человек лег, да, есть аппарат, он говорит, я совершил много ошибок. Аппарат такой, хорошо, давайте исправим ошибку. Он летит в прошлое, пытается исправить ошибку, но вот смотрит на свою жизнь с высока и понимает то, что не стало лучше. И это эффект бабочки. Ну, мне так кажется, что это эффект бабочки. А что, если правительство объявило все общим, жены, мужья, дети, имущество? Теперь никаких заборов, замков и ключей. Это Советский Союз, да? Не понимаю, как это снять, не понимаю, как из этого пока сюжет вытащить. Ну, все общее, ну, как понять, все общее? Ну, вот правительство объявило, допустим, то есть, как бы, когда я думаю над сценариями и над фильмами, я всегда это меряю на себя, ну, всегда на себя, прямо сразу деваю это. Ну, хорошо, сейчас все объявили, все общее. Это не обозначает, что я пойду к соседкиному мужу, ну, его брать, даже если он общий. Не знаю. А что, если единственная возможность попасть домой в этот день, это найти монету специальную? Это куда это там герой собирается попасть домой с помощью какой монеты? Я не подключаюсь к твоему, к твоему, к твоей идее открыть какую-то дверь какой-то непонятной монетой. Потому что я не понимаю за что мне переживать какая-то дверь, какая-то монета, ты меня скорее запутываешь. Помните, я просила вас брать бытовое явление или бытовое переживание какое-то и добавлять к нему а что если? Если эта схема будет состоять из двух фантастических элементов, фантастическая дверь, фантастическая монета, фантастический чувак подходит и не может открыть. Я не понимаю, за что мне хвататься, я не понимаю, за что мне переживать, кто мой герой, вообще куда все это идет. вот, слишком все это странно, все-таки должно быть что-то в этом лог-лайне бытовое и фантастическое, грань нужна какая-то. А что, если люди не могут наесться, начинают есть друг друга, когда еда заканчивается? Такое масштабное обжорство. Ну, есть такой классный мультик, называется «Унесенные ветром». О, унесенные призраками. И там есть потрясающая сцена, это аниме, где родители главной героини начинают жрать, жрать, жрать и превращаются в свиней. Это очень стрёмная сцена, очень круто сделанная. И я хочу сказать, я не представляю, что сделать, если все так начнут жрать. Ну и чего, все жрут, жрут. И кто главный герой? Не понимаю, что с этим делать. Как сцена, это работало вообще офигительно, что люди жрут, не могут нажраться и превращаться в свиней. Но делать то, что все-все-все-все, не знаю, не уверена. Не понимать, что из этого вытащить можно. Так, дальше. А что, если нейросети научились управлять человечеством, но так, чтобы оно не догадывалось об этом? И один тестер начал догадываться. Дальше все гаджеты против него. Это фильм «Матрица». Очень хорошая идея. Маша, ты уже можешь писать идеи на много миллионов. Но «Матрица» уже сделана, к сожалению. Ну вот, вы очень талантливые люди, на самом деле. Прикольно. То есть вы... Это просто упражнение. Это просто мы разминаем мозги. Но то, что я читаю, мне уже очень сильно нравится. Вы молодцы. Очень талантливые люди. Мы сейчас с вами уходим на небольшой перерыв. Вы сейчас идете и прямо сейчас открываете свой вордовский лист и записываете свои первые бредовые идеи. Потому что сейчас во время моего прочтения я уверена, что что-то наметилось. Возможно, сейчас будет какая-то у вас запись про ваш будущий короткий метр. Если какой-то бред вот сейчас появился и вы можете записать это как некий такой казус, некое такое интересное обстоятельство с формулировкой, а что если... Прямо садитесь и пишите. Прежде чем мы начнем, здесь от Ира поступило несколько вопросов. Первый. Откуда берутся такие многомиллионные затраты на фильмы? Например, тот же Холоп, который сейчас прошел успешно кино. И в принципе, почему снимать кино, клипы так дорого, хотя сейчас много возможностей техники, камеры, компьютеры и прочее освещение. Ир, это продюсерский вопрос. Я в этом не профессионал. Я знаю ответ на этот вопрос, но, наверное, не смогу совсем корректно ответить. Наверное, для того, чтобы у тебя сложилось хоть какое-то там впечатление о ценах в кино, могу тебе сказать, что вот, например, актеры, стоимость актеров, совсем незнаменитые, которые нигде не снимались, служат в театрах и не очень хорошо смотрятся перед камерой, как правило, потому что они театральные актеры, стоят минимум 15 тысяч в сутки, да? Ну, то есть смена 12-часовая. Но их лучше не снимать. Актеры, которые более-менее себя чувствуют комфортно перед камерой, которые органичные, стоят от 50 тысяч. Такие актеры, которые уже где-то засветились, ну, не знаю, типа Хабенский, ну, мне почему-то кажется, это типа 1300 в смену. Есть актеры, которые стоят и миллион в смену. Их очень быстро снимают. Ну, например, там Нагиф. Это очень быстрые съемки. Его, как правило, снимают в комедиях. Там дня за два все снимут. Скажут, спасибо, 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 спасибо. Все супер. Все, с первого дубля все снято. Это только актеры. В кино очень много цехов, очень много этапов. И кино, если это не на айфон. Это очень дорогой процесс. Вот. Если вам будет интересно этот вопрос вообще, то в конце вы можете мне его напомнить, в конце курса. И один из ваших сценариев, один из лучших сценариев, я могу разобрать на стоимость и могу сказать, сколько стоит снять этот фильм. Если вам будет интересно. Мне это не сложно. Итак, давайте поговорим немножко про пиковую точку. Что такое пиковая точка? Это типа момент кульминационный в фильме, в котором зрители испытывают максимальную энергию, максимальный шок, максимальные слезы. И это такой, знаете, катарсис. Катарсис в кино, вообще катарсис в искусстве, это очищение через боль и сострадание, как правило, если это драма. И через какой-то пик сопереживания к комедийному герою, если это комедия. Когда я придумываю пиковые точки, я часто исхожу из визуальных каких-то образов. Что если герой стоит, вокруг него 30 невест, и он начинает просто съедать свой паспорт, говорит, нет, 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 ага, значит, интересно, может быть, с этим что-то можно сделать. Иногда пиковые точки приходят не от визуальных образов, а от представления некой сцены, максимально эмоциональной, драматичной, в которой сталкиваются какие-то невероятные силы. Вы посмотрели «Крестного отца»? Там вот есть момент, когда, это уже финал фильма, когда он крестит своего крестного сынка, то есть становится крестной папой. И он стоит в церкви. И очень сильные эмоции ты от этого испытываешь. Параллельно с этим происходит по всему городу череда убийств по его приказу, потому что он теперь новый главный мафиози города. И контраст сцены в церкви, и контраст этих убийств дает очень сильное эмоциональное воздействие. Я бы для себя определила как пиковую точку именно эту. И если человек придумывал изначально фильм от этой точки, то я могу понять почему. Он в церкви становится крестным отцом. Это что-то святое, это как будто приближение к церкви, и параллельно с этим он становится настоящим дьяволом. Очень мощный образ. Вы не будете, наверное, со мной спорить, то что фильмы рассказывают нам об необратимом, удивительном происшествии в жизни человека или группы людей. Никто не будет снимать кино про то, как Роза готовилась к путешествию на корабле. И там, во время подготовки, она не могла выбрать, какие же платья взять с собой. И служанка ее так плохо себя вела, что она ее уволила. Нет. Фильм «Титаник» про то, как Роза села на корабль, в котором она встретила любовь всей своей жизни. И на нем же, рядом с ним же, погибла. Почти погибла. То есть мы берем из всех, вот если взять там жизнь героя, грубо говоря, мы берем самый яркий его кусок и снимаем про это кино. Не его серые будни, в котором он сидит там как клерк за рабочим столом. Это может быть в экспозиции, конечно. Но потом, буквально после экспозиции, мы должны начать показывать что-то невероятное, необычное, то, что захочется, за чем захочется наблюдать. Важно, чтобы в фильме происходило событие, которое навсегда изменило жизнь героя. И после типа этого события нельзя было бы сказать то, что «А, он будет жить как прежде». Нет. После этого события он не будет жить как прежде. Возможно, вам нужно подумать над тем, какое событие в жизни человека должно произойти, чтобы его жизнь больше никогда не была прежней. И, возможно, ответ на этот вопрос и будет ответом, о чем вы сделаете короткий метр. Пожалуйста, «Титаник», пиковая точка. Мальчик, который встречается с девочкой буквально ничего, буквально там месяц, жертвует своей жизнью ради нее. Пиковая точка в фильме «Армагеддон», когда главный герой решает пожертвовать собой ради парня своей девушки, которого вообще гнобил, не уважал и вообще считал, что надо расстаться. Он посчитал, что его жизнь важнее, чем своя собственная, потому что он понял, что счастье дочери важнее, чем свое. Вот это пиковая точка, когда он остается в этом астероиде умирать. И ты орешь на этом моменте, потому что к этому нельзя относиться спокойно. Вот это пиковая точка. Давайте проговорим ключевые моменты. Мы не будем сейчас проводить это как упражнение, потому что пиковая точка, над ней надо думать. То есть это должно прийти, короче. Пиковая точка может быть самой эмоциональной сценой фильма или самой яркой, допустим, финал или кульминация. Определив пиковую точку, вы поймете, о чем ваш фильм и кто ваш герой. От этой ниточки можно размотать весь клубок. То есть можно сначала придумать финал и потом уже докатиться до конца. Я часто пользуюсь этим приемом придумывания. В любом случае, если вы даже начинаете писать не с конца, а сначала, знайте, что в ваших коротких метрах, в каждом вашем коротком метре должна быть пиковая точка. Если у вас нет такого момента, который доводит зрителя до максимальных эмоций, то значит у вас, скорее всего, плохой фильм. Итак, мы накидали из наших идей. Тут все в кучу. И а что если, и всякие мечты, и фантазии, и сны. Ой, я сны постоянно записываю. И всякие бредни, и все на свете. И вот надо понять, что из этого всего кино, а что не кино. Есть формула. Герой, что он хочет, и что ему мешает достичь желаемое. Вот, ребята, есть миллион книг по сценарному мастерству. Их много. Я прочитала очень многие. И по факту ты можешь применять какие-то правила, какие-то нет. Но вот эту формулу вы должны научиться как, я не знаю, как азбуку. Понимаете? Вот вы умеете говорить на русском языке, да? Понимать русскую речь. Вот так вот вы должны дышать, эта формула, она должна быть настолько под корочку у вас. Герой, что он хочет, что ему мешает достичь желаемого. Все очень просто. Герой. Какой-то герой. Не просто слюнтяй. Даже если он слюнтяй, он очень недолго будет слюнтяем. У него появится какое-то желание, ему придется меняться. Он чего-то сильно хочет. Если он этого не достигнет, скорее всего он умрет. Или что-то плохое произойдет. Или вообще, ну как бы ему надо. И ему кто-то очень сильно мешает. И этот кто-то сильнее главного героя. Вот если у вас получится сработать по этой формуле, то вы напишите кино. То есть все ваши идеи можно структурировать и довести до логичного какого-то вида благодаря этой формуле. Допустим, вы придумали, что в офисе сидят роботы. Это не кино. Это приятный образ, от которого толкнулись. Тут же вы спрашиваете себя. Хорошо. Роботы отлично. Что с вами делать непонятно. Пусть у меня будет главный герой, который пришел в этот, он человек, который пришел в этот офис, чтобы наладить какие-то свои документы. Ему очень нужно там сегодня прописаться в квартире, иначе, например, я не знаю, он ее потеряет. И тут он понимает, что все вокруг роботы. Или, например, он знает, что все вокруг роботы. Но, допустим, в офисе происходит скачок электричества, простите, и все роботы врубаются резко. А хорошо, герой хочет подписать какую-то бумажку, что ему мешает. То, что все роботы вокруг сошли с ума. Ок. Чего-то наклевывается. Может быть, с этим можно работать. Ок. Идем дальше. Давайте я вам сейчас просто почитаю логлайны в фильмах, чтобы вы поняли, как это звучит. Как эту схему видеть вообще в большом кино. Логлайн – это короткое описание сюжета, чтобы вы понимали это слово. Логлайн обычно пишет на кинопоиске, для того, чтобы человек, прочитав в двух словах, понял, хочет он смотреть это кино или нет. Вот то, что он будет читать, это из кинопоиска. Профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, семью которой расстреливают полицейские. Замешанные в торговле наркотиками. Благодаря этому знакомству он впервые испытывает чувство любви. И теперь не хочет расставаться с девочкой. Но продажные полицейские, которые ищут пропавшие деньги, не оставят их в покое. Казалось бы, это достаточно художественное описание с эпитиками. Очаровательная соседка Матильда. Но здесь есть все необходимые элементы для того, чтобы это кино захотелось посмотреть. Кто герой? Не просто чувак в очках, не просто сосед, а профессиональный убийца Леон. В одной фразе ты такой думаешь, мне интересно главного героя профессионального убийства. Окей, принято. Что он хочет? Тут как бы такая формулировка, что он впервые испытывает чувство любви и не хочет расставаться с девочкой. Я ее подсознательно сразу переворачиваю, понимаю, что он хочет быть с девочкой. Хочет защитить девочку. Но продажные полицейские, которые их ищут, не оставят их в покое. Кто им мешает? Продажные полицейские. Я понимаю, что полицейских много, а они вдвоем против всего мира. Окей, я хочу смотреть это кино. Вот примерно так это выглядит. Дальше. Достучаться до небес. Казалось бы, да, суперромантичный фильм. Везде схема. Как вот... Ой, везде просто. Судьба сводит двух смертельно больных в больничной палате. Счет времени их жизни идет на часы. Дальнейшие события фильма разворачиваются в стремительном темпе. Вот эту фразу я бы выкинула вообще из лог-лайна. Так она затягивает. Но это кинопоиск. Вот почему-то так делать. Дальнейшие события фильма разворачиваются в стремительном темпе. Зачем же нам вообще эта фраза, да? Выкинуть. Украв машину с миллионом немецких марок, в багажнике они сбегают из больницы. Вот классно было бы, если бы они в лог-лайне написали, что они едут смотреть море перед смертью. Почему-то здесь это не указано. Мне кажется, это ошибка. Их преследуют наемные убийцы. Они становятся грабителями по неволе. За ними гонится полиция. Они попадают в бордель. Но тем не менее продолжают мчаться вперед, навстречу к своей мечте. Морю. И так. Два смертельно больных. Надо напомнить еще такой момент, что они очень интересные характеры. Реально, они как бы классные. Они смешные тем, что они очень похожи друг на друга. Один очень скромный, другой очень наглый. Это, кстати, можно было бы сказать в лог-лайне. Они хотят увидеть море. Я бы даже, знаете, как сформулировала? Они хотят увидеть море перед смертью. Но их мешает наемный убийца, за ними гонится полиция. И самое важное, они смертельно больны. Ну, то есть еще плюсом смертельная болезнь. Идем дальше. Вот по этой формуле вы должны будете записывать ваши идеи, которые вы мне пришлете в течение недели. Я немножко вам почитаю работы предыдущих курсов. Они не идеальны, но это то, что было. И те идеи, по которым позднее были написаны сценарии. Бог устал нас терпеть. Психотерапевт попадает в кому. И теперь ему предстоит разговор с Богом. Во время беседы должна решиться судьба терапевта. Он выйдет из комы и будет жить дальше. Дальше или нет. Но вместо этого во время разговора Бог начинает жаловаться на человечество. И говорит, что всерьез думает об уничтожении Земли. Психотерапевту нужно решить. Отговаривать Бога от уничтожения планеты. И спасти себя, свою семью и человечество. Или выполнить профессиональную миссию. Помочь пациенту любой ценой. У нас в итоге со Светланой вышла умилительная вообще комедия на эту тему. Здесь я какой скелет вижу? Это вот, кстати, первая формулировка, которую она мне прислала. Пока не чищенная вообще, без всяких редакторских правок. Но я здесь увидела залог успеха. Я увидела психотерапевта, который попал к Богу, который очень на самом деле хочет жить. И хочет, чтобы продолжала жить семья его на земле. И вот этого истеричного Бога, который находится в преддепрессивном состоянии, маниакальном. Мне показался этот образ очень интересным. И, собственно, у меня выработалась такая схема. То есть я читаю все это и вижу такую схему. Психотерапевт на том свете хочет спасти всех живущих на планете. Для этого ему нужно вылечить Бога от депрессии. Кто ему мешает? Ну, собственно, сам Бог. Нет, значит так. Ему надо выполнить свои профессиональные функции. Ему мешает его больной, который как бы не торопится выздоравливать. Или даже и не планирует лечиться от депрессии. Этим больным является сам Бог. Но мне кажется, это интересно. Но это выросло в хорошем сценарии в итоге. Вот Динар говорит, что это глупый логлайн. А мне кажется, не глупый. Надя говорит, что это мило. А если она выполнит свой вопрос, миссию уничтожит. А мне кажется, тупиковая. Ну, тут такое дело. Вышел сценарий хороший в итоге. А если возникают какие-то вопросы, ну типа, а что будет, если вот он выполнит, не выполнит, то, в принципе, значит интересно будет смотреть, если возникают вопросы. Одинар говорил про достучаться до небес. Глупый логлайн. Логлайн там, конечно, кривой. Я, скорее, знаете, говорила про то, как схема используется в логлайнах. То, как ее видеть, как ее, понимаете, как ее сканировать через текст. Понимаете? Потому что вы же не будете писать. Герой. Механик. Хотя можно и так. Вначале, кстати, это вообще очень даже норм. Слесарь Василий хочет покорить свою богатую соседку Ольгу. К сожалению, Ольга воспринимает только людей с последними айфонами и подъезжающие на свидание с Бентли. Что же будет делать Василий? Ну, норм. Но иногда вот и такие формулировки, как у Светы, более такие, типа, сложные. Главное, чтобы схема была. Главное, чтобы вы помнили о ней. Мужчина заходит в кабин туалета. Пока сидит на унитазе, замечает маленького мотылька на полу около своей ноги. Не думая, что он... Не думая. Он давит его ногой. Облегчившись, мужчина выходит из туалета на то, что он видит, не поддается здравому смыслу. Перед ним зал суда, а в качестве подсудимого он сам. Все напоминает китчевую картину, где он в качестве истца выступает. В качестве истца выступает жена мотылька. Адвокатом является Голубь. Это прикольно. Почему? Я, значит, сразу у меня в голове представляется герой, который, оказывается, в зале суда огромные эти птицы. Он хочет вырваться как-то от них, оправдаться, но его никто не слушает. И его цель мне ясна. Он хочет выбраться из этой ситуации. Кто ему не дает. Тупо, во-первых, решетка. Начнем с того, что он в решетке находится. Во-вторых, все происходящее вокруг. Мне показалось, что когда мне Слава это прислал, я такой, господи, пиши дальше. Я хочу знать, чем закончилось. И мы сделали в итоге вот из этого бреда, потому что это такая артуха. Очень зрительское кино. То есть мы потом в конце объяснили, почему у него случился такой трип, почему ему все это привиделось. И вообще здесь же затронута такая очень правильная тема, очень такой большой вопрос буддийский. Имеем ли право мы убивать тараканов, там всяких мошек. И почему-то у Славы так получилось в итоге очень глубоко. Там было рассуждение не только о том, что имеем ли право мы убивать этих мелких существ, а вообще, как мы должны себя вести в обществе, насколько мы должны быть добры. То есть благодаря вот этим артовым образом, этих огромных голубей, это жена мотылька такая гипертрофированная. Он написал в итоге очень зрительское кино. Мне в итоге очень понравилось, как на свой список. Дальше, Миша, биржевой трейдер Игорь, находится в бедственном положении. Его долги перед друзьями, банками и бывшей женой завели его в угол. Однажды в банкомате он находит кредитку, которая не принадлежит ни одному из существующих банков и обладает безграничным ресурсом выдачи денег. После каждой снятой суммы в жизни героя и его семьи происходит какая-то неприятность. Запросы Игоря, как и их последствия, растут с невероятной прогрессией. Я здесь снова вижу схему. Герой, что он хочет насытиться, набогатиться, наконец-то нажраться после голодной жизни сначала. Но потом герой хочет избавиться от этой чертовой кредитки. Потому что, когда он поймет, что она вредит его жизни, он попробует от нее избавиться. Но я уверена, что избавиться от нее будет не так-то просто. Все. Мне схема ясна. Герой хочет избавиться от визитки. Кто ему мешает? Некая волшебная сила, которая заключена в этой визитке. Некие вот эти сложные правила мира, которые будут работать против него. Мне все понятно. То есть это как бы такое предельно ясное описание примерного короткого метра будущего. Мне нравится. Замес прикольный. Можем начинать работать, Миша. Ну, примерно вот так это было. Мне, я не зря хотела вам показать работу предыдущих курсов, потому что, мне кажется, вы должны примерно понимать, чего я от вас жду. Вот видите размер текста? Не больше. Иногда в ваших идеях содержится финал. Иногда вы сразу, бам, с финалом. Отлично. Просто супер. У кого финал сразу приходит, вы пишите туда финал. Просто описывайте свою идею кратко. Не надо присылать свои идеи на страницу и писать. Ну, понимаете, ну, эту идею, ну, просто, ну, невозможно кратко. Так не работает. Кратко возможно. Вы просто садитесь и переписывайте, пока это не приобретет. Вот примерно форму логлайна. Примерно вот эту форму, которую я вам задаю. Герой, что есть, что он хочет и что ему мешает. Динар спрашивает, а есть ли полный сюжет уже? Динар, по этой идее написаны сценарии, но эти сценарии принадлежат ребятам. Я их не буду зачитывать в прямом эфире. Вот. И потом мы с вами будем постоянно читать сценарии на нашем курсе. Вот уже на следующем занятии начнется все с того, что я буду читать ваши идеи и их много-много комментировать. Мой полный сюжет. Вы имеете в виду полный метр? У меня нет полного метра. Я пишу для себя. У меня очень много сценариев готовых, но я, опять же, в прямом эфире не готова это озвучивать, потому что эти наработки я хочу в будущем снять. А мы с вами записываем информацию, которая легко потом может улететь в интернет. Идем дальше. Итак, вы должны понять, что вот в этой формулировке, которую я от вас требую, не просто так. То есть, смотрите, вы когда пишете домашнее задание, придумываете идеи для фильмов, да, вот вы написали, спросите себя, кто герой. То есть, если герой – это тапочка, это ветерок, так не работает. Мы берем людей. Обязательно человек. Герой. Почему он герой? Спросите себя обязательно. Типа, просто мужик скучно, просто учитель скучно, что убийца, просто убийца скучно, что это очень одинокий наемный убийца. Окей, достаточно интересно. Ага, что он хочет? Прямо по этой формуле проверяйте себя. Если у него нет желания такого, как бы, он в депрессии, он в депрессии и думает, и думает все, что все закончено. Нет. У героя должна быть конкретная цель. И конкретный враг. Не просто внутренний конфликт, будем сейчас разговаривать на тему, а конкретный враг в виде живого человека или обстоятельства, которые можно проговорить вслух. Динар говорит, что у меня есть законченный сюжет. Давно задумал, только что напечатал. Динар, я очень рад за тебя, что у тебя получается за 40 минут во время занятия напечатать полный сюжет. Скорее всего, это не очень качественная работа. Займись прослушиванием занятия. Заклинаю тебя. В дальнейшем твои сюжеты будут более качественные. Я уверена в этом. Итак, давайте немножко поговорим про конфликт. Вот вы написали вот эту формулировку. Вам кажется, что она хорошая? Спросите себя, есть ли там конфликт. Немножко про конфликт. Конфликт – это борьба сторон, заканчивающейся поражением одной из них, физическим или духовным. Желательно бы в первых коротких метрах делать физическое присутствие героя-злодея. Вот даже, знаете, когда смотришь на кадры в фильмах, вот даже сейчас у вас скриншот стоит фильма «Одержимость». Потрясающее кино, где у нас есть герой, есть злодей, они даже постоянно смотрят друг на друга в кадре, вот так противовес друг другу. Про конфликт. Мы с вами будем, мы уделим этому отдельную прямо часть лекции, будем с вами прямо говорить, что такое конфликт. Пока вы должны запомнить то, что в конфликте находятся люди, которые хотят одного и того же. Сейчас просто объясню пока на пальцах, но просто, чтобы эта информация уже как-то в вас начинала закладываться. Допустим, Динар, который наконец-то оторвался от сценарной программы и включился в нас, допустим, мы с Динаром, допустим, он сейчас рядом со мной находится, будем представлять это. Мы с ним профессиональные бегуны. Я бегу, и он бежит. И мы очень сильно хотим медаль, не просто золотую. Я бегу, и он бежит. Между нами конфликт, потому что мы хотим эту медаль. Но если, например, я по каким-то причинам хочу проиграть, я так задумала, что я не буду выигрывать в этот раз, это мой стратегический ход, а он хочет выиграть, то мы не в конфликте. И, пожалуйста, забирай свою медаль, она мне не нужна. Допустим, сидим мы на кухне сейчас с воображаемым коллегой, ну не знаю, и осталась у нас одна печенька на двоих. Я хочу эту печеньку, и он хочет эту печеньку. Мы в конфликте, потому что мы хотим это заполучить, и он, и я, и мы будем за это бороться. Но если я хочу печеньку, а этот человек хочет сосиску, то мы не в конфликте. Герои и антагонисты, всегда хотят, на самом деле, одно и то же. Мы с вами будем много об этом говорить, даже в детективах, где маньяк убегает, а детектив догоняет. И, казалось бы, они не хотят одного и то же. Этот хочет просто убивать девственницы, этот просто хочет его посадить в тюрьму. Но у них одна, на самом деле, объединяющая их мотивация, каждый из них хочет торжества своей правды. Маньяку кажется, что если он убьет всех девственниц, то мир станет чище, то в наступит новая реальность, не знаю, новая эра, он ее призовет. А детектив считает, что справедливость будет, если этот козел сядет в тюрьму. То есть, по сути, как бы предметом их спора становится свобода маньяка. Маньяк считает, что должен быть свободен. Чувак, который его ловит, считает, что он должен быть за решеткой. На кону стоит свобода. Это как, знаете, предмет, за который они борются. Вот, дальше. В этой формуле уже содержится цель главного героя. Герой, что он хочет, и мешает. Вот эта фраза, что он хочет, это переводится как цель главного героя. Цель не должна быть непонятной. Он хочет, ну, он хочет просто быть собой. Окей, как мне это понять? Быть собой. Я не понимаю, как это. Мне непонятна эта формулировка. Быть собой. Как это перевести в кино? Вот как определить, хорошую вы цель придумали или плохую? Сейчас я вас научу. Одному методу. Существует такая штука, как альтернативный фактор. Это такой вопрос. Что будет с героем, если он не достигнет желаемого? Вот, допустим, я хочу сосиску в холодильнике. Очень хочу. И собираюсь написать про это кино. Но мне не... Если, в принципе, я ее не съем, то ничего не произойдет. Ну, я ее не съем. Ну, ок. Ну, не съем. Я пойду съем что-нибудь другое. У меня нет, понимаете, альтернативного фактора никакого. Вот если я ее не съем, вот если я сейчас ее не съем, то я точно умру, потому что в этой сосиске содержится антидот против какого-то жесткого вируса, который уже атаковал мое тело, то это уже кино. Итак, внимание. Давайте попробуем перечислить альтернативные факторы. Немножко в порядке типа возрастания. Конечно же, их гораздо больше. Я перечислила просто 7, чтобы вы поняли, что это за явление такое, как альтернативный фактор. Ну, допустим, удар по самоуважению. Главного героя прилюдно унизили, и он теперь хочет восторжествования как бы справедливости, да, хочет вернуть свою репутацию. Будет ли интересно смотреть такое кино? Ну да, будет. Будет, потому что мы сразу подключаемся к такому герою. Нам на него не пофиг. Мы говорим, да, чувак, верни свою репутацию. Такое часто используют в кино про типа копов американские, куча таких видела. Про клерков, которых прилюдно унизили, они теперь пытаются, в конце, как правило, они становятся начальниками отдела. Дальше. Профессиональный провал. Берут, как правило, достаточно успешного персонажа, с которым случается фокап, которого раньше не было. Теперь он был на высоте, теперь он на полном дне, и его задача вернуть былое величие. Будешь ли ты смотреть кино? Ну, в принципе, будешь. Особенно, если сделать такой интересный финал, что он хочет добиться того, что у него уже было, но на самом-то деле он в конце получает совсем другое. И это и действительно ему было нужно. Очень много таких сюжетов, это легкие сюжеты, их миллион, это хорошие комедии, мелодрамы, ром-комы. Пожалуйста. Физический вред. Если я это не сделаю, то мне отрежут ноги. Да, наверное, я буду жрать труп. Главное, чтобы мне не отрезали ноги. На этом держится очень много фильмов ужасов. Дальше. Угроза смерти. Если мне грозятся убить, то я, конечно, буду действовать. Если меня поджимает какая-то болезнь смертельная, я тоже буду идти вперед. То есть если я не достигну желаемого, то что со мной будет? Угроза жизни семьи. Работать сильнее, чем угроза смерти. Потому что когда угрожают твоим любимым, это ужаснее, чем угроза тебе. Угроза жизни популяции. Это когда ты показываешь какое-то вымирающее племя. Это, допустим, аватар. Вот. Угроза человечеству. Это армагеддон. Это когда, если ты это не сделаешь, если ты этого не достигнешь, то умрет все человечество, в том числе твоя дочь. Мотив сильнейший. Двигаться вперед. Итак. Рабство. Молодец, Дима. Очень хороший пример. Что будет со мной, если я не достигну желаемого? Рабство. То есть меня лишат свободы. Давайте немножечко поговорим про жанры. И вы, я сейчас буду читать, вы, конечно же, многие из них узнаете. Просто я, знаете, для того, чтобы вы немножко освежились в памяти, про жанры достаточно много. Любовные истории, фильмы ужасов, современные эпические фильмы, это типа «Человек против государства». Вестерн. Вестерн – умирающий жанр, его уже очень сильно трансформируют, типа как «Мир дикого запада», например, сериал. Там только атмосфера вестерна берется, и это очень круто выстреливает. В основном вестерн уже умер. Военный фильм. Комедия. В комедии куча, куча, куча подтипов. Пародия, сатира, комедия положений, романтический фильм. Фарс, черная комедия. Криминальный фильм. Там тоже полный набор. Социальная драма. Боевик. Историческая. Я не буду все перечислять. Это просто то, что я перечисляю, достаточно очевидные вещи. Зачем я все это говорю? Вам нужно определить жанр своей работы примерно. Когда вы пишете мне вот этот логлайн, домашнюю работу, свою идею для короткого метра, когда будете писать, вы должны понимать жанр, потому что определенный жанр, диктует определенные условия. Вы не можете сделать замес как в драме, а развернуть как комедию. Ну, допустим, если вы пишете мне, что мой герой это бывший ФСБшник, у которого террористы захватили дочь, то я тут же понимаю, что это триллер, боевик. Вы не можете так закончить эту идею, то, что прибегая туда, он видит, то, что на самом деле все его родственники над ним пошутили и устроили день рождения с клоунами. Начало одного жанра, а концовка другого жанра. Что бы я вам посоветовала? Какие жанры брать, какие не брать? Для коротких метров хорошо подходит а, комедии, потому что они держатся на коализиях, на любопытных. Очень хорошо заходят ром-комы, романтические комедии, где в центре идет поиск любви, поиск дружбы и так далее. Плохо заходят фильмы ужасов, очень мало коротких метров, но они есть, кстати, есть, где ты, типа, успеваешь напугаться. Но просто для ужастиков, особенно атмосферных, нужно время, чтобы втянуться, чтобы поверить, что эти скрипы двери это не просто так. Ну, короче, блин, ужастикам тяжело в жанре короткого метра. Триллером тоже тяжело. Вот триллера-хоррор когда ты добавляешь мясо какой-нибудь дикой погоне в конце сумасшедшей. В принципе, может быть. У меня недавно одногруппник снял триллер с элементами хоррора. Это пятиминутный фильм. Получилось просто офигенски. Я, к сожалению, не могу вам это показать, потому что это авторская работа, ее пока нет в интернете. Но он снял вообще классно. То есть это как бы возможно, но это достаточно сложно. Хорошо заходят фильмы, где есть какой-то один фантастический элемент. Я вам покажу... Ну, вообще, на самом деле, у меня скоро в интернет выйдет мой немой этюд. Следующее, что я сняла, это вот в рамках обучения в школе. У меня как бы герой Купидон там. И он просто сводит людей. И для этого не нужна компьютерная графика. И вот это единственное фантастическое допущение, что мужик, который мы видим в кадре, который постоянно везде появляется, это не просто мужик Акупидон, но как бы это работает. То есть если вы, например, не придумаете, знаете, такое «это произошло в 2076 году, когда на нашу планету обрушился дождь из селези зеленой». К сожалению, такое кино снять будет практически невозможно начинающему кинематографисту. Так что берите фантастику такую, которая не требует компьютерной графики. Не требует растущего в кадре носа, потому что это невозможно снять. А если графика простая, ну типа вот следующая моя работа, наверное, будет про человека-невидимку. Я просто обмотаю человека бинтами, и он будет человек-невидимка. Вроде фантастика, ну да, фантастика, но снять ее элементарно, потому что просто чувака обмотаем бинтами. Вот и все. Думайте про жанр. И еще, вы выбрали жанр. Допустим, вы поняли, что вот эта идея у меня, она типа комедийная. Ну посмотрите комедии, посмотрите лекции в интернете, как писать комедии. Есть лекции Жора Крыжовникова. Огромные лекции, даже у меня на странице добавлены. Вконтакте. Как писать комедии? Он там подробно рассказывает. Это комедии положений. Это комедии характеров. И он прям по полочкам все раскладывает. У нас с вами не будет отдельной лекции по жанрам. Поэтому, когда вы поймете, какой жанр вас вшторивает, начните читать про его правила. Там вот, если в статьях порыться, то вы как бы найдете то, что и триллер, там есть особая, там важна атмосфера. Та-та-та-та-та-та-та. Все написано. Короче, поройтесь, не ленитесь. Эх, веселая ваша жизнь впереди чувствуется. Итак, домашнее задание. Вы мне присылаете Google документ, ссылочку с доступом, где будет написано три идеи для короткометражного фильма, чтобы там считывалась схема. Герой, что он хочет, что ему мешает. Внимание! Для того, чтобы написать мне три идеи для короткометражных фильмов, вам нужно написать штук 15, чтобы выслать мне три. Потому что те три идеи, которых вы высылаете, желательно, чтобы вы должны были быть в них уверены. Ну, то есть, как бы они вам хотя бы должны нравиться. Вот. И, пожалуйста, в начале документа приложите свою фотографию и чуть-чуть расскажите о себе. Так как впереди у нас будет с вами просто мощнейшее общение, близкое такое достаточно, мне хочется понять, кто вы. близкое, потому что по вашим сценариям я вижу вас. По нашему творчеству вообще нас очень видно. Мне даже там не обязательно знать, сколько у вас детей. Когда я вижу те идеи, которые вы присылаете, я вас немножко считываю. И мне будет приятнее, если я буду видеть вашу фотку, ваши глаза. Ребята, если у вас есть идеи, то самое время их сейчас задать. Ой, вопросы. Пока вопросы идут, еще несколько мыслей вам скажу. Вам сейчас кажется, что недели мало на выполнение этого домашнего задания. Типа, как вообще я напишу идею для коротких метров за неделю? Неделя это дофига. Есть секрет. Надо писать каждый день. Вы просто себе сейчас задайте такую программу в голове, что мне надо написать короткий метр. Первое, что я бы сделала на вашем месте, я бы сделала бы свой личный, типа, знаете, такой лист крутых коротких метров. Типа, что мне в них нравится, что не нравится. Я уверена, что многие из вас даже не начинали смотреть короткие метры. Ну, то есть, как бы, они их вообще в принципе не видели. Поэтому заходите в интернет и вбивайте короткие метры и поехали смотреть фильмы, которые выиграли на Оскар короткометражные, которые выиграли в Каннах, которые взяли Оскар, пожалуйста, кучу коротких метров, которые, ну, не знаю, даже я вам поскидываю свои любимые короткие метры. И те, которые вам прямо бомбят, которые прямо нравятся, кидайте в общий чат и пишите, это улет, это улет, мне нравится. Немножко насмотренность свою растите, чтобы вы понимали, что такое короткий метр и как выглядят классные короткие метры. Это во-первых. Во-вторых, каждый день пишите, записывайте, сделайте себе задачу каждый раз, как бы, ну, записывать, каждый день записывать новые идеи, каждый день придумывать хотя бы по две новых идеи. Вариантов тысячи. Я иду, когда гулять с собакой, и я включаю себе плеер, я пользуюсь Яндекс.Музыкой, мне очень нравятся подборки, которые подстраивает мне интернет, я все лайкаю, что мне нравится, и подборки, которые мне присылает сеть, чудесные. И там начинаются треки, как правило, у меня какие-то саундтреки к фильмам, я иду и спрашиваю себя, так, отличная музыка, интересно, а для какого бы кино она подошла и стала бы классным саундтреком? Тут идет Музон, я прямо представляю себя иногда главным героем, иду по улицам, и думаю, блин, что со мной могло бы случиться? То есть я постоянно нахожусь в знаке вопроса, а что если? О, мимо идет интересная, красивая женщина. Хм, а что если это не женщина, а мужик? Нет, скучно. Что если это инопланетянин? Да, она инопланетянин, прикольно, идем дальше. Хоп, записалась к себе в заметке. Ну, то есть, понимаете, Люба спрашивает, куда присылать ссылку? Люба, тебе нужно будет пересмотреть начало нашего занятия. Там я подробно рассказывала, куда отправлять домашнее задание. Вот. Обратите внимание, когда будете высылать Google ссылку, там в кнопочке прикрепить файл, прикрепите мне какой-нибудь файл, просто фоточку свою прикрепите, дополнительно еще, плюсом Google документу. Просто без прикрепленного файла у вас ничего не отправится. Так. Вот у Димы проблема найти, сделать из идеи готовый продукт. Дима, для этого нужна я. Тебе не нужно присылать мне готовый продукт. Пожалуйста. Я не прошу тебя присылать короткий метр. Я тебе прошу присылать идею для короткого метра, чтобы она вписывалась в формулу, герой, что он хочет, что ему мешает. Больше ничего тебе не надо. А Люба решала в начале вопрос с видеоурока. Люба, ты не переживай, начало урока записалось и в разделе архивы будет это видео. И так как у нас в школе все записывается, ты просто посмотришь в начало урока, там все будет объяснено. Вопрос про вторичность. Есть ли смысл развивать идею, если кто-то, если что-то похожее уже где-то когда-то было снято или написано. Раиса. Во-первых, начну с того, что мне безумно нравится имя Раиса. У меня есть несколько коротких метров, где главный герой не Раиса. Я не знаю, почему у меня очень историт это имя. Поэтому я рада, что ты у нас на курсе. Во-вторых, вот если ты завтра проснешься и придумаешь идею, где корабль врезается в айсберг и просто подумаешь, что это крышеснос, блин, ну ты потеряешь кучу времени, а по факту этот сюжет знает весь мир. Вот есть такие сюжеты, которые вот уже всех тошнит от этого, понимаешь, вот типа как девушка-провинциалка приехала в Москву, начала всего достигать и в итоге залетела, короче. Ну блин, ну нет. Давайте все-таки поставим себе критерии качества. Вы понимаете, что вы все равно, конечно же, изобретете велосипеды. И я тоже изобретаю велосипеды, в этом нет ничего страшного. Но давайте хотя бы брать сюжеты, некоторые прямо уже изнасилованы. постарайтесь все-таки искать, искать то, что еще пока не было снято. Ну, тогда у вас появляется шанс прорваться в эту индустрию. Если вы выдаете только второсортное что-то, только то, что уже ты смотришь такой, ок, я готов посмотреть этот сюжет миллионный раз. При этом, при этом, есть вторая сторона медали. Вы понимаете, что все сюжеты архетипичны. Понимаете? Сюжеты, они либо про любовь, либо про дружбу, либо про достижение успеха, либо про выживание. У них есть, понимаете, есть определенный набор сюжетов. То есть, не ищите какого-то супер-мега креатива, типа, герой старается вырезать тебе родинку на животе, потому что, если он ее не вырежет, то человечество рухнет. Вот такого креатива не нужно. Старайтесь просто смотреться в жизнь вокруг себя. и сюжет это они вот вокруг, креатив вот вокруг. Вы скоро всосетесь в этот процесс, и вы будете получать невероятное удовольствие от придумывания. Пока я считаю, что вам штампов не надо бояться. Если вы напишите сюжет, а такой фильм уже снят, я просто вам об этом скажу. Все очень замечательно, но это напоминает вот такой фильм. Это лишь скажет о том, что у вас хорошая чуйка. Вот. Отлично. Ира спросила, если вы еще не отключились, Ирина, то я вам отвечу. Извини, Ирочка, я не увидела раньше, как-то в последний момент я спросила, что делать и как относиться к тому, что твоя идея к фильму появилась не только у тебя. Это как с радио, а реализуйте вы ее одновременно. Здесь как на перегонке кто быстрее, это, например, как стали снимать про хоккей. Не знаю, Ир, но это, знаешь, как это облако идей. Иногда бывает реально, на этаже идей сваливается к нескольким людям. Со мной это однажды случилось, я писала-писала полный метр, и в итоге он вышел у Бекмамбетова. Я рыдала. Вообще просто я рыдала, столько денег туда у Грохова. Но там вышел прямо очень похожий сюжет. Были прямо те же самые повороты сюжета. Мне кажется, что это не проблема, когда это короткие метры. Вот честно, пофиг, если вы сделаете очень похожий сюжет. Прям вот но когда вы пишете полный метр, там это все гораздо сложнее становится, и за этим следят продюсеры в сфере. То есть продюсеры типа должны понимать, кто еще параллельно занимается этой же темой. Это работает на руку обоим проектам или нет. То есть это такая стратегическая штука вынюхивания того, что происходит в индустрии, в сфере. Света говорит, Даша, как понять, что задание получено? Когда вы нажимаете кнопку отправить, там будет надпись отправлено. Я все ваши домашки вижу, и я их проверяю в определенные моменты. Не думайте, что если вы домашку отправили и два дня нет ответа, надо уже волосы драть на себе. Конечно же не надо, но я всех их получаю. Даже, ну, как правило, у вас просто надпись на экране типа отправлено. Иногда ребята мне пишут, Даша, ты получила мою домашку? Но я не вижу в этом смысла в этих вопросах, потому что, как правило, всегда все получила. Вот. Наверняка у вас как-то это в программе отмечено, что задание отправлено. Не бойтесь экспериментировать. Когда еще экспериментировать, если не сейчас? Пустите полностью свою фантазию вообще в полет. Все у нас будет с вами хорошо. Чувствуется, будет веселый курс. Ребята, еще ваше важное задание написать мне либо сегодня после занятия, либо завтра в течение дня мне в Телеграм. У кого нет приложения Телеграм, кто там не зарегистрирован, вы заходите и устанавливаете и регистрируете себе Инстаграм. Потому что очень многие люди в профессиональной среде общаются именно там. Учитесь работать по правилам рынка. Все. на сегодня это все, что я хотела вам сказать. Я надеюсь, что вам было со мной не скучно, потому что скука это самое страшное. У меня вообще очень долго над головой висел плакат дома. Даша, пиши, что хочешь. Главное, чтобы не было скучно, потому что скука самый главный враг. Кино можно простить много чего. Отсутствие логики, невнятности какие-то, плохую компьютерную графику. Единственное, что мы не можем простить, это когда скучно. Вот это самое ушлепанское. Поэтому мы с вами не будем скучными. Пишите домашки. Я вас очень верю. То, как вы выполняли домашние, кто, как вы выполняли упражнения, мне очень понравилось. Я думаю, то, что собрались креативные люди. Если, когда вы напишете свои домашние работы, не торопитесь мне, пожалуйста, отправлять их в первую секунду. Я написал все, все, все. Не надо так. Поспите с этими идеями, переварите, жене почитайте. Она скажет, ну, вот это я не поняла. Значит, надо подправить. Не бойтесь читать слух. Что еще? Вот вы переварите, прочитайте с утра, исправьте орфографические ошибки и высылайте мне за два дня до занятия. Не высылайте, ну, как бы, я понимаю, что будут такие ученики, конечно же, которые высылают за пять минут до занятия. Но когда вы высылаете за пять минут, я не успеваю их подготовить к занятиям, не успеваю их переварить, не успеваю над ними подумать. А мне очень нравится строить свои занятия на ваших идеях. Часто такое бывает, то, что ты зацепишься за какую-то из идей и в течение занятия прямо на ней приводишь примеры. Ты ее берешь как основу и рассказываешь прямо на ней, где там конфликт, где там цель, где там альтернативный фактор. И у вас прямо все это выстраивается в голове. Поэтому старайтесь высылать чуть-чуть заранее. Все. Я рада, что вы все довольны. Номер Надя скопировала. Спасибо тебе большое, Надя. Правильный. Заканчивается на пафосной семерке. Вот. Дима правильную надпись Вольтера написал, вспомнил. Всем до свидания, всем хорошей ночи. Пишите. Идеи сейчас пришли во время занятий. Садитесь и записывайте. До свидания, дорогие друзья. Будем писать хорошее кино. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok